прошлый раз мы с вами рассмотрели как можно запустить другой исполняемый файл в рамках существующего процесса ну соответственно из нас возникает такая задача мы можем запускать там разные произвольные программы используя схему сначала системный вызов форк потом настройка необходимых параметров для работы запускаемой программы потом передачу управления другой запускаемой программе с помощью функции семейства exe соответственно одна из задач которая у нас возникает в дальнейшем когда у нас работают параллельно процессы это нужно каким-то образом организовать взаимодействие параллельно работающих процессов там могут быть разные схемы производитель потребитель просто какой-то обмен данными между процессами двусторонние и и так далее один из самых простых но тем не менее очень фундаментальных средств межпроцессного взаимодействия то есть средства помощью которых параллельно работающие процессы могут отправлять и принимать данные это каналы или пайпы или потоки но общем я буду дальнейше называть их каналами каналы существуют в очень похожих вариантах ну практически в любой операционной системе и windows они есть очень похожи в варианте ну естественно каналы являются важнейшей частью любой поиск сориентированной операционной системы там unix freebsd macos linux и так далее какие у нас задачи возникают тогда когда мы хотим организовать взаимодействие про взаимодействие процессов нам нужно каким-то образом резать механизм отправки данных у получателя отправителя и получения данных процессу получать при этом соответственно у нас возникает какое-то большое количество вариантов как мы можем сделать отправку и получения как мы как мы можем делать собственно передачу данных формулируя свойства вот такого канала буквально в качестве определения можно сформулировать следующим образом что канал что это механизм синхронной однонаправленной потоковые передачи данных между процессом вот здесь синхронный потоковый это вот такие вот универсальные по сути такие вот свойства которые в поиск сориентированных операционных системах они справедливы не только для каналов ну скажем например и для фифо именованных каналов и например даже для сокетов то есть и сокеты имеется ввиду потоковые сокеты tcp сокеты и фифо канал это тоже синхронные потоковые механизмы передачи данных что здесь означает каждое из этих трех слов синхронная одноправленная потоковая передача данных вот в этой формулировке свойств канала синхронный это значит что условно говоря процесс отправитель отправляет данные явным образом с помощью специального системного вызова исполняемого в коде но в тот момент когда процесс отправитель считает необходимым отправить данные то есть условно говоря отправление данных у процесса отправителя ну как там синхронизировано с изменением состояния самого процесса то есть делается полностью подконтрольным отправил процесс отправителя процесс получатель аналогично он принимает данные с помощью некоторого системного вызова в своем обычном потоке выполнения в тот момент когда процесс получатель считает нужным получить данные которые возможно ему пришли по каналу собственно собственно для отправки данных используется уже знакомый нам системный вызов write для приема данных уже используется системный вызов read здесь синхронность означает как бы взаимодействие внутри одного процесса то есть write происходит синхронно то есть в классической каноничной модели процесс записывающий вызывает системный вызов write к тому моменту когда системный вызов write возвращает управление в работающий процесс данные которые вообще говоря там процесс хотел записать уже изъяты ну каким-то образом скопированы в в некоторую среду передачи данных и дальше соответственно процесс который выполнил write спокойно может пользоваться например дальше теми же самым буфером которые он только что использовал для отправки данных симметрично рит для получения данных вызывает системный вызов rid и когда системный вызов read заканчивается в буфере которым буфере который отведен для получения данных получаются некоторые считанные данные при этом процесс который считывает который выполняет системный вызов read он может быть приостановлены, ну и, скорее всего, будет приостановлены, пока какие-то данные в этом буфере не появятся. Здесь синхронность не означает, что как-то процесс записывающий и процесс считывающий это делают в один и тот же момент времени. Это совсем не так. Записывающий процесс это может делать как-то в один момент времени, и считывающий процесс может сделать чтение позже, естественно. Ну, могут они относительно до времени сделать. Поскольку здесь процессы работают параллельно, каких-то таких строгих гарантий для того, что они будут выполнять write и read одновременно, естественно, мы дать не можем. Write и read по времени никак могут быть не связаны друг с другом. И синхронность здесь, как я сказал, относится к взаимодействию, условно говоря, ядра операционной системы и самого процесса отправителя и самого процесса получателя. Это синхронность. А синхронные механизмы, вот если забегая вперед, мы уже сегодня посмотрим на один из простейших асинхронных механизмов, это сигналы, они отличаются от синхронных механизмов тем, что, вообще говоря, данные могут получаться или могут приниматься в какой-то момент совершенно произвольный относительно исполнения процесса. Например, асинхронная отправка может выглядеть следующим образом, что вы как-то регистрируете желание отправить данные с помощью системного вызова, IORite, например. Этот системный вызов вам возвращается немедленно. И только тогда, когда данные реально будут отправлены, то есть это означает, что они будут скопированы в буфере ядра куда-то там, вам в этот момент, когда-то позже, будет прислано подтверждение от ядра операционной системы, что данные отправлены. То есть обычно это делается, например, с помощью сигналов. То есть после того, как вы инициировали асинхронную запись, вообще говоря, процесс продолжает работать, но еще не уверен, что эта асинхронная запись с точки зрения состояния процесса выполнена. То же самое асинхронное чтение. В Unix и во многих операционных системах, по секс-ориентированных, есть операция асинхронного чтения. Вы точно так же поступаете. Вы инициируете чтение, процесс продолжает работать дальше, и когда-то позже, когда, условно говоря, данные как-то попадут в тот буфер, который вы выделили для асинхронного чтения, вам будет прислано уведомление. Когда вам будет прислано уведомление, никто не знает, как-то позже, в любой произвольный момент времени, и уведомление может прервать и прервет естественный ход выполнения вашей программы. Это асинхронные механизмы, еще раз повторяюсь. Отличие их от синхронного, то, что вы в синхронном механизме, вы выполняете RAID, RAID вернул управление, вы знаете, что данные как-то уже от вас отправлены. Выполняете READ, когда READ завершился, вы знаете, что данные как-то к вам пришли. То есть синхронный механизм очень простой, гораздо более удобен в работе с ним. Однонаправленность в пайпах означает, что, собственно, у нас есть данные, передаются, условно говоря, в одном направлении. Они от, здесь даже правильно будет сказать, файлового дескриптора отправителя до файлового дескриптора получателя. Но есть такой нюанс, вообще говоря, что файловым дескриптором отправления и получения может владеть один и тот же процесс, и он может, вообще говоря, отсылать данные своему себе. Чуть попозже этот механизм посмотрим. То есть тут, условно говоря, однонаправленность означает, что разнесены файловые дескрипторы для чтения и для записи. Вот, например, когда мы с вами будем использовать сокеты как двунаправленный механизм передачи данных, там один и тот же файловый дескриптор используется и для отправки данных, и для получения данных. И отправленные данные в сокете вы не можете получить обратно. А в пайпе вы вполне можете получить обратно. Это однонаправленность означает. И потоковость означает, что данные пересылаются от отправителя к получателю в виде потока байт. То есть минимальная единица пересылки данных – это один байт. И, условно говоря, любая операция записи в канал просто добавляет то количество байтов, которое вы указали в системном вызове, в некоторые уже добавляет их к потоку. Операция чтения забирает то количество байт, максимум то, а, скорее, может быть, и меньшее количество байт, которое вы указали, в буфер получения. При потоковой передаче не сохраняются границы между операциями записи. То есть если вы сначала записали один байт, потом еще один байт, потом еще раз, например, два байта, то на другой стороне, на стороне чтения, вполне возможно, что это все считается одним разом, как четыре байта. То есть 1 плюс 1 плюс 2 будут объединены в один байтовый поток размера 4, и с другой стороны будет считано, например, за один системный вызов рейд. Здесь вот эта потоковая передача данных является альтернативой то, что называется передача данных сообщениями, дейтограммами, сообщением, месседж-пайсинг. Например, альтернативой для пайпов для каналов является, например, очереди сообщений. Вот в месседж-пайсинге, когда вы начинаете передавать сообщения, у вас сохраняются границы между сообщениями. Вы можете передать там сначала один байт сообщения, один байт сообщения, потом два байта сообщения, и получатель будет считывать их как один-один-два. Несмотря на то, что, возможно, у него даже буфер будет каждый раз больше. Вот это сообщение, но потоковая передача данных границы между записями не сохранит. Потоковая передача данных удобна для обработки вот такого потокового данных, и текстовые данные обычно являются потоковыми. Там какой-нибудь, в принципе, любой текстовый файл, текст программы, обычный текст, или какой-нибудь JSON или XML, в принципе, вполне можно рассматривать как поток байт. Конечно же, по потоковому механизму передачи данных вы можете передавать и сообщения, но тогда заниматься тем, что разграничивать сообщения друг о друге и как-то там их корректно считывать, это будет задача, собственно, ваша, которую вам нужно будет реализовать, условно говоря, на уровне вашего приложения. Добавить какой-то еще, например, при передаче данных, добавлять их в длину, чтобы считывающая сторона могла нормально считать длину и знать размер сообщения. Тоже можно делать и делается при потоковой передаче данных, но это не основное назначение механизма потоковой передачи данных. Соответственно, вот у нас, как я сказал, для отправки данных используется системный вызов write, для получения данных системный вызов read. Проблема здесь в том, что у нас процессы выполняются параллельно, вообще говоря, и write и read, синхронизовать их, то, чтобы, например, к моменту, когда выполняется write, гарантированно был выполнен с read, в общем-то невозможно. Ну, точнее, возможно, но это слишком сложно, скажем так. Для того, чтобы делать такую синхронизацию, нам потребуются еще, возможно, какие-то другие средства синхронизации, а мы хотим иметь возможность использовать pipe сам по себе, без необходимости какой-то дополнительной синхронизации процессов. Соответственно, чтобы мы могли иметь write и read, разнесенные во времени, нам нужно как-то удобнее всего это сделать с помощью организации некоторого буфера для передачи данных в ядре операционной системы. Вот, соответственно, системный вызов write записывает данные не непосредственно в процесс получателя, а в некоторый промежуточный буфер в ядре операционной системы. И системный вызов read считывает данные не из, собственно, непосредственно из процесса отправителя, а из некоторого буфера в ядре операционной системы. Так мы можем, собственно, разделить системные вызовы чтения и записи. И, что очень важно, вот этот буфер в ядре, он ограничен, и размер его не может увеличиваться в процессе работы. То есть, условно говоря, ядро Linux сконфигурировано на любой операционной системе, не только Linux. Сконфигурировано на работу с буфером для каналов определенного размера. Соответственно, каждый раз, когда вы создаете канал, ядро внутри себя аллоцирует буфер этого самого размера фиксированного, и во время всей жизни канала размер этого буфера не меняется. Минимальный размер буфера, и такое часто было раньше, это 4 килобайта. То есть, во всяком случае, гарантируется, что этот внутренний буфер для передачи данных от отправителя к получателю, его размер не менее 4 килобайта. Ну, как правило, более, поскольку современные процессоры, в общем-то, современные компьютеры достаточно быстрые, и генерирует данные достаточно быстро. Например, вот в современных Linux'ах размер буфера пайпа равен 64 килобайта. Ну, то есть, можно этот буфер, если вы генерируете данные слишком быстро, естественно, что вы его можете полностью заполнить, если процесс, который выполняет системный вызов рид, забирает данные недостаточно быстро. Вот, что будет происходить в таких случаях, как раз мы с вами сейчас и рассмотрим. Канал создается с помощью системного вызова Pipe или же с помощью специфичного для Linux'а системного вызова Pipe 2. Мы начнем с системного вызова Pipe, который здесь чуть попозже, когда уже будем писать пример на конвере между процессами. Я покажу, как можно его упросить с помощью системного вызова Pipe 2. Итак, системный вызов Pipe, один из самых классических Unix'овых системных вызовов. Он в качестве своего аргумента принимает указатель на область памяти, в которой будут записаны два целых числа, два номера файловых дескрипторов. То есть, Pipe FD это некоторый выходной параметр этого системного вызова. Ну и кроме этого, Pipe возвращает, как обычно, признак успешности, ноль при успешном выполнении и минус один при ошибке. Там всякие, например, нехватка системы, нехватка файловых дескрипторов и так далее. В случае успеха Pipe возвращает ноль и вот в этот массив у меня будет записано два номера файловых дескрипторов, ну вот, аллоцированных по стандартным правилам. Например, если мы только запустили программу и у нее открыты только файловые дескрипторы 0.1.2 std то нам Pipe в этот массив запишет, соответственно, файловый дескриптор 3.4 и так далее. Соответственно, у нас появляются два файловых дескриптора, вот он однонаправленный и назначение файловых дескрипторов строго фиксировано. Файловый дескриптор с индексом 0 это файловый дескриптор для чтения. Ну тут понятно, что, допустим, 0 у нас stdin по аналогии с Pipe нулевой индекс это условно говоря ввод stdin у Pipe. И элемент массива с индексом 1 это сторона для записи. Соответственно, при необходимости записи вы выполняете системный вызов write в файловый дескриптор, который вы получаете из первого элемента массива. При необходимости чтения читаете системным вызовом read из файлового дескриптора, полученного из нулевого элемента массива. Это не есть регулярный файл, поэтому всякие операции типа lseg, то есть перестановка указателя на текущее положение для Pipe не действует. Вы то, что вы можете использовать, условно говоря, только read и write. Соответственно, у нас получается есть теперь два файловых дескриптора для записи и для чтения. У нас есть внутренний буфер некоторым размером, условно говоря, 64 килобайта, в который помещаются данные, записываемые write, и из которого считываются данные, считываемые read. И у нас есть, соответственно, мы можем разобрать случаи, которые у нас могут возникать при использовании системных вызовов чтения и записи. Начнем с более простого варианта, это системный вызов для записи в Pipe. Первая исключительная ситуация у нас возникает тогда, когда записываем в Pipe, у которого нет ни одного файлового дескриптора, ассоциированного с считывающей стороной канала. То есть, что могло произойти? Системный вызов в Pipe создает два файловых дескриптора чтения и записи. например, закрыли файловый дескриптор чтения. Или в типичной ситуации вы сделали Pipe, сделали какие-то дэндапы, склонировали файловый дескриптор для чтения, сделали форки, он ушел в процессы, которые вы породили. Но рано или поздно все файловые дескрипторы, которые были получены с помощью дапов и форков, они оказались со стороны чтения, они оказались закрыты. То есть, условно говоря, вот как мы с вами рассматривали механизм счетчика ссылок, для считывающей стороны, но есть некоторый счетчик ссылок, он, счетчик ссылок файловых дескрипторов, связанных со стороной чтения, равен нулю. В этом случае считается, что это исключительная ситуация, и в настройках по умолчанию процессу, который пытается выполнить системный вызов Райт, посылается сигнал СигПай, который, опять-таки, в настройках по умолчанию вызывает аварийное завершение процесса, вот как мы с вами рассматривали по сигналу, и все. То есть, можно считать, что в настройках по умолчанию процесс, который пытается выполнить системный вызов Райт в канал, закрытый со стороны чтения, завершается аварийно. Поскольку вот такое дефолтное поведение, оно, конечно, иногда нормальное, но в большинстве случаев не очень хорошее, у нас есть вариант от него отказаться, и в случае, если мы перенастраиваем процесс так, чтобы он аварийно не завершался, мы будем получать ошибку, Райт будет завершаться с ошибкой с кодом E-Pype. То есть, мне не очень понятно, почему завершать процесс аварийно в этой ситуации, но вот так вот сложилось, такие настройки по умолчанию. То есть, в большинстве ситуаций мы будем считать, что если все файловые дискриторы чтения в канал закрыты, то Райт нам вернет E-Py прошедку. Теперь мы можем предполагать, что запись в буфер канала имеет смысл, хотя бы какой-то там файловый дискриптор с другой стороны открытый. Это не означает, что вообще говоря, что он останется открытым какое-то время. То есть, здесь вот эта проверка наличия открытого файлового дискриптора на чтение, она, естественно, выполняется в момент, когда мы инициируем операцию Райт. После того, как мы данные записали, как у нас операция Райт совершила работу, естественно, может случиться так, что эти файловые дискрипторы на чтение будут закрыты с другой стороны. В этом случае те данные, которые находятся в буфере Райт, в буфере Пайп просто будут потеряны. То есть, если буфер канала не пуст и все, что на чтение файлового дискриптора были закрыты, тот буфер, который мы сейчас накопили в канале, его с режима будет потеряно. Ну вот, ничего с этим не поделаешь. То есть, предположим, что файловые дискрипторы на чтение открыты, и таким образом запись имеет смысл. Я вот в прошлый раз говорил, что для параллельного исполнения процессов у нас очень важно понятие атомарности выполнения той или иной операции. И операции с каналами и с аналогами каналов, такими как FIFO и сокеты, это одни из таких нескольких операций, где стандартные все поиски сориентированные операционные системы дают некоторые гарантии атомарности при некоторых условиях. Соответственно, у нас есть некоторая константа, которая предана в Limits.h, которая называется PipeBuff, ее дефолтный размер 4 килобайта, это некоторая константа, которая ограничивает сверху размер данных, с которыми гарантируется атомарность выполнения операции чтения и записи при работе с каналом FIFO или сокетом. Если размер считываемых или записываемых данных превышает 4 килобайта константу PipeBuff, то гарантии атомарности вам уже никто не дает, хотя, с другой стороны, например, Linux дает какие-то гарантии атомарности, если размер записываемых данных меньше, чем размер буфера Pipe. Другое дело, что размер буфера Pipe может быть зависит от настройки операционности. Итак, первый случай, когда вы хотите записать данных меньше, чем константа PipeBuff, меньше, чем условно 4 килобайта, то есть вы претендуете на атомарную операцию записи. В этом случае возможно две ситуации. Первая ситуация, что в канале есть достаточно данных, достаточно свободного места, прошу прощения, и в случае, если в канале достаточно свободного места, то данные записываются в канал. И вот эта совокупность вот этих проверок, наличие открытого файлового дескриптора чтения, проверка достаточности свободного места в канале и копирование данных в буфер канала, она происходит атомарно. то есть данные будут помещены в буфер канала одним сплошным куском, подряд. Вот эта вся операция будет выполнена атомарно, и вы можете быть в этом уверены. То есть, например, если скажем так, два параллельно выполняющихся процесса пытаются записать в канал порции данных размера pipe буф, то будет это работать следующим. У какого-то одного из процессов эта операция сработает, запишет полностью в канал pipe буф, а возможно другой процесс в этот момент не успеет записать и будет соответственно ожидать освобождение буфера. То есть, если в канале достаточно места, то данные записаны в канал атомарно. Если в канале места недостаточно, то есть, если вы хотите записать данных больше, чем остаток свободного места в буфере канала, то записывающий процесс будет приостановлен, заблокирован, он перейдет в состояние слиппинг, как мы с вами позапрошлый раз рассматривали, до изменения состояния канала. То есть, либо до момента, если, например, все файловые дескрипторы чтения из канала окажутся закрытыми, то процесс, спящий на записи в канал, проснется, ну и там либо получит e-pipe, либо завершится по сигналу с e-pipe. Это с одной стороны. С другой стороны, если в канале освободилось достаточно места, чтобы записывающий процесс мог поместить туда все свои данные, то тоже канал, тоже процесс будется, пробуждается, и вот эта атомарная операция проверки свободного места и копирования данных в канал выполняется. То есть, получается, что при размере данных меньше, чем pipe-boof, меньше, чем условно 4 килобайта, то у нас, получается, мы данные будем передавать вот такими порциями, которыми захочет записывающий процесс. И эти порции никогда не перемешаются, если несколько процессов будут записывать данные одновременно. Это не означает, что считывающий процесс будет считываться данными такими же порциями, как я уже сказал, поскольку у нас механизм потоковый, считывающий процесс будет считывать данные каким-то там потоком byte, который ему в момент сочтения будет доступен. Но, как я сказал, данные не перемешаются. Эти все гарантии, они валидны, они работают только если данных не очень много, если данных не больше, чем pipe. В случае, если вы хотите записывать много данных, больше 4 килобайта, скорее всего, больше, чем 64 килобайта, а никаких гарантий на томарность, на то, что данные не перемешаются, вам, в общем-то, дано не будет. Например, если вы двумя процессами параллельно будете записывать, например, по мегабайту в один и тот же пайп, то как-то эти данные могут как-то перемешаться друг с другом, то есть не гарантируется, скорее всего, не будет такой ситуации, что сначала будет записано 1 мегабайт первого процесса, потом 1 мегабайт второго процесса. Они как-то там в процессе записи доложатся друг на друг. Это все связано с тем, что буфера 64 килобайтного, естественно, для одного мегабайта недостаточно, ну и там будет достаточно сложный цикл. Расчитывающий процесс забрал часть данных, соответственно, записывающий процесс долил часть данных, забрал, долил, и там как-то процессы записывающие могут перемешаться. Ну, сейчас можно будет даже попробовать примерно это написать. Но в любом случае, когда вы, ну, как я говорил в прошлые разы, операция, и операция read, и операция write, в частности, операция write, сейчас на ней говорим, вам может возвращать размер записанных данных меньше, чем вы записали. Это тоже возможная ситуация тогда, когда вы данных записываете много. Вам могут вернуть столько данных, сколько реально получилось записать, и дальше там повторяйте еще раз ту же самую операцию и дозаписывайте хвост данных. Или же, что сейчас реализовано, например, в Linux, если вы записываете 1 мегабайт данных в pipe, вот системный вызов write завершится только когда 1 мегабайт будет записан. Но еще раз повторюсь, что это все варьируется, никаких гарантий вам никто давать не будет, проверяйте возвращаемое значение системного вызова write. Чтение из канала симметрично, но есть некоторые чуть-чуть особенности. Первое, что у нас возможна ситуация, когда канал пуст, то есть внутренний буфер ядра операционной системы не содержит никаких данных, и у нас нет файловых дескрипторов, с помощью которых мы бы могли добавить эти данные. То есть другими словами все файловые дескрипторы записи в этот канал закрыты, ну и счетчик ссылок записывающей стороны равен бы. В этом случае данных нет и не предвидится. Системный вызов read вам возвращает размер 0, то есть стандартный признак конца файла при использовании системного вызова read. Дальше вы уже обрабатываете вот этот вот 0, возвращенный как системный вызов read, как признак иов, и дальше, например, завершаете обработку. В этом случае работа с каналом с точки зрения считывающего процесса никак не отличается от работы с обычным файлом. И в случае канала, и в случае обычного файла вы считываете данные из файлового дескриптора, пока не получите 0 в качестве возвращаемого значения. если же в канале какие-то данные есть, не важно, что там может уже не быть файловых дескрипторов для записи, главное, что есть какие-то данные, которые мы можем вернуть в считывающий процесс. Эти данные возвращаются немедленно, берется минимум от размера буфера и размер наличных данных в буфере pipe. То есть, естественно, чем больше, чем буфер, который вы передали, вам никогда не вернут, меньше могут, поскольку, если в пайпе, например, есть 1 байт, а вы запросили буфер чтения 4 килобайта, вам ритм вернет немедленно 1 байт. Это еще раз повторяю особенности чтения. Если данные, хоть какие-то данные есть, они возвращаются немедленно, и ритм никогда не ждет полного заполнения буфера чтения. Это сделано специально, чтобы избежать каких-то разнообразных дедлоков, в случае, если там, например, данные больше не будут, то есть, вы хотите записать частичное сообщение, например, и ритм хочет считать сообщение размером меньше, чем буфер чтения. Еще раз повторюсь, ритм всегда возвращает то, что есть, немедленно. И только если буфер канала пуст, но какие-то файловые дисклипторы для записи открыты, процесс переводится в состояние сна, до наступления одного из двух вышеописанных условий. Либо появятся данные в буфере канала, либо все файловые дисклипторы для записи в канал будут закрыты. В любом из этих случаев ритм процесс будет разбужен, ну и ритм вернет либо ноль в случае условия конца файла, либо какие-то данные в случае, если данные были записаны. то есть у нас получается вот такая схема синхронизации на пайпах на каналах, что условно говоря процесс записывающий доливает данные в канал, если канал заполнился, то записывающий процесс тормозится ядром операционной системы, чтобы не было у нас переполнения канала, а процесс считывающий тоже так вот забирает данные из канала, если он все данные из канала забрал, то процесс считывающий тормозится, чтобы пока данные в канале не появятся. Получается вот такая конвейерная система, то есть если конвейер полностью заполнен, записывающий процесс ничего ждет, пока конвейер освободится. Если конвейер пуст, считывающий процесс ждет, пока какие-то данные на конвейере не появятся. Логично все и просто, и достаточно позволяет достаточно просто организовывать передачу данных между разными процессами. Соответственно, вот эта вот схема с членением записи, чем она чревата? То есть у нас могут возникать разнообразные синхронизационные проблемы, связанные с тем, что у нас есть два условия блокировки процесса. Переполненность буфера внутри ядра тогда блокируется записывающий процесс, и пустота буфера внутри ядра тогда блокируется считывающий процесс. То есть они перестают выполняться до наступления этих условий. И если процессы начинают как-то зависеть друг от друга, то вполне возможно ситуации взаимной блокировки, тупика или дедлока. Что такое дедлок? Дедлок в системе из двух и более параллельно выполняющихся процессов возникает тогда, когда процессы начинают взаимно ждать освобождение ресурсов, занятых, ну там какой-то правильный будет сказать, процессы начинают взаимно ждать наступления условия, генерируемого другим процессом. Ну, условно говоря, один процесс ждет отмашки от другого процесса, а другой процесс ждет отмашки от первого процесса, вот как вот в этом простом примере. здесь создаются два пайпа для взаимодействия процессов, первый в пайпе, второй пайпе, и они начинают друг друга ждать. Первый процесс ждет данных из своего пайпа, второй процесс ждет данных из своего пайпа. После этого первый процесс записывает данные в пайп другого, второй процесс записывает данные в пайп первого. Понятно, что вот эта вот система из двух пайпов и двух системных вызовов, она вот как оба процесса войдут в состояние чтения, вот здесь вот, они из нее никогда без посторонней помощи не выйдут. То есть, если сюда не вмешается какой-то там третий процесс, то они так и будут ждать друг друга в бесконечности, ожидая получения данных друг от друга. Конечно же, там может быть еще какой-то третий процесс, который, например, докинет данные в буфер FDS1 пайпа. Тогда первый процесс стронется с места, и тогда все это завертится. Ну, а без посторонней помощи нет. Одно из использований каналов, стандартное использование каналов в посекс-ориентированных системах, это реализация конвейеров. Ну вот, вы уже много расталкивались, когда у меня, например, лс кат WS, какой-то такой лс кат WS. Когда я запускаю такой конвейер, у меня здесь используется символ вертикальной черты для создания связи между процессами лс кат и кат и WS. Вот здесь вот для передачи данных между процессами как раз используются каналы. Вот это вот пара, вот это вот пара лс кат. Соответственно, стандартный вывод процесса лс перенаправляется в канал, а стандартный ввод процесса кат перенаправляется из этого же самого канала. И для взаимодействия кат и WS создается другой канал. Стандартный вывод программы кат перенаправляется во второй канал, и стандартный ввод программа WS перенаправляется из вот этого канала. То есть у нас создается столько каналов, сколько у нас вертикальных черточек в этой команде. Понятно, что мы не можем обойтись одним каналом, у нас бы просто тогда бы данные перепутались между ними. У нас получается вот такой вот флоу данных от лс к кату и от каток к WS. И в силу механизма синхронизации такого, что ЛС будет блокироваться, если кат не успевает обрабатывать, или кат будет ожидать данных от ЛС, и дальше кат будет блокироваться, если WS не успевает обрабатывать, и WS будет ждать, если кат не успевает подкидывать ему данные. Вот по этой схеме они будут нормально, совершенно взаимодействовать, и данные будут передаваться вот по этой цепочке. И для программы ЛС, для программы CAD для программы WC, вот вывод будет совершенно стандартный и практически неотличим от ситуации, когда LS выводит на терминал, CAD считывает S-файл и записывает файл, и WC считывает, например, с терминал или S-файл. То есть тут собственно использование каналов никак, по сути, не будет отличаться от использования любых других средств работы с файловым дискриптом, регулярных файлов или терминалов. Так, какая тонкость у нас связана с использованием каналов? Эта тонкость проистекает из того, что и у Райта, и у Рида одно из условий блокировки, у Райта это заполненность буфера, у Рида, соответственно, пустота буфера, соответствующие процессы блокируются. И условие EOF это отсутствие файловых дескрипторов для записи. Условие завершения ошибки записи в записи это отсутствие файловых дескрипторов для чтения. И если таким образом у нас есть какие-то файловые дескрипторы, про которые мы забыли, которые у нас связаны со стороной записи или со стороной чтения, они нам могут все испортить, они нам могут испортить синхронизацию, они нам могут испортить нормальное завершение выполняющихся процессов. То есть они, условно говоря, попадут в дедлог и будут ждать друг друга неограниченно. Вот давайте мы такой пример и сейчас напишем. university.h Ну вот давайте я пару ls-cat сначала поражу и запущу с помощью схемы fork-exec с перенаправлением pipe. Итак, мне нужно создать канал файловый дескриптор, который у меня будет доступен обоим процессам, которые я сейчас буду прожать. То есть поэтому, чтобы файловый дескриптор у меня был доступен, мне его нужно будет, естественно, делать до форка. Позначу. Это массив, в котором будут у меня положены два новых файловых дескриптора. Я для простоты сейчас буду ошибки, возникающие при системных вызовах, игнорировать, ну, чтобы код был более краткий. запускаю pipe. И тем самым я получу два файловых дескриптора в элементах 0 и 1 моего массива в ds1. Теперь мне нужно создать два процесса, которые будут работать параллельно. Ну, давайте так. Это у меня будет первый процесс. Сразу же завершу его подчеркиванием exit. Это у меня будет второй процесс. Как я сказал, для простоты буду считать, что никаких ошибок при выполнении системных вызовов у меня не возникает. И дальше родитель, вот этот процесс, который запустил два команды, он просто давайте подождет while await now больше 0. То есть подождет всех своих сыновей. Здесь смысл этого цикла. Системный вызов await возвращает PID процесса, когда сын завершился, ждет, если есть сыновья и они еще не завершились, и возвращает минус 1, если все сыновья завершились. То есть этот цикл совершится, тогда, когда сыновей не осталось, они все завершились. Так. Так. И что я делаю в сыновьях? Пусть у меня это будет первый сын. Мне нужно у этого первого сына перенаправить стандартный поток вывода. ДАП-2, ФДС-1, то есть я этим системным вызовом заменяю файловый дескриптор с номером 1, делая на его месте копию файлового дескриптора ФДС-1, то есть файлового дескриптора стороны записи. Ну и я могу, например, сделать экзек-лп, например, аркб первое, аркб первое. Для второго процесса что я делаю? По аналогии я подменяю файловый дескриптор с номером 0, файловый дескриптор стандартного потока ввода. Тоже, как я делаю экзек-лп, аркб второе. Я создал два процесса, перенаправил стандартные дескрипторы. И давайте я сейчас попробую это все запустить. 1, ls. Cut у меня выводит то, что он получил на стандартный поток ввода. Вот он вывел то, что он передал ls, и что-то больше ничего не происходит. Вроде бы там процесс отец пока не завершился. Давайте посмотрим, что сейчас у них там происходит. Так, вот у меня моя, собственно, программа ls-cat, запущенная с 5.73. Процесса ls уже нет. Он, очевидно, вывел все, что хотел вывести, и завершился. Но у меня остался процесс кат. То есть мой отец сейчас ждет завершения процесса кат, то есть находится вот в этой точке. А кат ждет чего? Сейчас посмотрим, чего ждет кат. Значит, я подключился отладчиком к работающему процессу GDB, имя программы и PID процесса, и смотрю по трассе стека. У меня здесь нет отладочной информации, но в любом случае я вижу, что процесс кат у меня сейчас находится в системном вызове RIT из стандартной библиотеки. То есть процесс кат ожидает какого-то ввода. Так, завершаюсь. Подключусь по аналогии к Pipe 1. Тут у меня тоже нет системной информации. Отладчик информации, по крайней мере, я. Процесс Pipe 1 находится в системном вызове RIT. То есть вот тут. Ну, это логично. Процесс ждет завершения сына, а сын ждет чтения с Pipe. Почему такое получилось? Давайте посмотрим, какие файловые дискрипторы у них открыты. У процесса родителя, у процесса Pipe 1, открыты файловые дискрипторы. Ну, вот это все терминалы, стандартные потоки. И как раз файловые дискрипторы 3 и 4, которые были им получены в системном вызове Pipe. У меня это будет считывающая сторона. Это будет записывающая сторона Pipe. Это родители. У процесса CAD файловый дискриптор 0, стандартный поток ввода, он совпадает с Pipe. То есть это просто то, что я здесь сделал. Вот DUB2. Нулевой индекс Pipe перенаправлен на стандартный поток ввода. Но точно так же у процесса CAD открыты еще те же самые два файловых дискриптора, связанных с Pipe, которые он унаследовал. Вот в форке он их унаследовал от родителя, который он здесь создал в системном вызове Pipe. То есть и процесс отец, и процесс сын у нас здесь имеют два файловых дискриптора, открытых в момент создания Pipe. И в частности, у процесса отца, да и у процесса сына тоже, есть файловые дискрипторы, ассоциированные с записывающей стороной. Тогда, как я вам только что сказал, если у нас есть файловые дискрипторы, связанные со стороной записью, открытые, то есть счетчик ссылок равен 2 в этом случае на стороной записью, то READ никогда не может вернуть при чтении признак конца файла. То есть получается, что CAD ждет признака конца файла в канале, который никогда не поступит, потому что остались незакрытыми файловые дискрипторы для записи в канале. У нас тогда получается такого рода deadlock между системным вызовом wait в AC и системным вызовом read в процессе CAD в сыне. Они вот как бы вот так вот ждут друг друга. Поэтому главное и основное правило корректного использования Pipe, корректного использования каналов, на самом деле точно так же, как корректного использования любых файловых дискрипторов в целом, обобщая. Это необходимость закрывать файловые дискрипторы, как только они становятся более ненужны в программе. То есть вот тут вот у нас изначально есть два файловых дискриптора, потом их становится в совокупности четыре после форка, два у отца и два в сыне, а после второго форка их в совокупности становится шесть. Даже здесь будет пять после DAPA. Здесь будет, соответственно, пять плюс еще три. Здесь будет восемь файловых дискрипторов, так или иначе связанных с каналом. Из этих восьми файловых дискрипторов для работы необходимо два. Вот все остальные лишние файловые дискрипторы необходимо закрыть. Что нам тогда нужно, что нам здесь нужно позакрывать? Вот после того, как мы сделали копию файлового дискриптора записывающей стороны и поместили его на место файлового дискриптора стандартного потока вывода, нам все остальное, связанное с этим файловым дискриптором, нужно закрыть. Оно нам больше не нужно. И плохо, если оно уйдет в запускаемый процесс. Ну, поэтому пишем close, fds нулевое первое. Close, fds первое. Все, мы файловый дискриптор уже скопировали. Нам он больше здесь не нужен, мы его закрываем. У традиционного Unix нет системного вызова close, который нам бы позволял закрывать много файловых дискрипторов за раз. Сейчас в совсем свежем Linux такие системные вызовы появились. Ну, естественно, что они будут такие весьма нестандартные. Там, типа, close range, если я правильно по-моему, называется. Поэтому мы будем, мы вынуждены закрывать файловые дискрипторы по одному. Ну, что мы здесь и делаем. Соответственно, дальше вот сюда вот в системный вызов exec уходит только один файловый дискриптор, ассоциированный со стандартным потоком вывода, в смысле из канала. У отца же остается вот те оба файловых дискриптора, которые были здесь созданы, они у отца остаются. Вот после точки, где порожден процесс сын, вот здесь вот в этой точке, отцу больше не нужен файловый дискриптор для записи. Мы можем его прямо здесь закрыть. После чего у отца останется единственный файловый дискриптор на чтение. Форк его скопирует. Вот после форка у сына будет один, который превратится в два файловых дискриптора, связанных с чтением. И у отца будет один файловый дискриптор, связанный с чтением. Ну, давайте мы сейчас запустим вот эту программу, которая, по крайней мере, записывающую сторону закрывает. Скомпилировалось. Давайте запустим. Вот как только мы стали закрывать записывающую часть наших каналов, то сразу же у меня моя программа, по крайней мере, доработала. То есть процесс CAT нормально получил признак конца файла из пайпа. И процесс родителей нормально дождался завершения CAT в системном вызове VAT. Однако это все равно не есть очень хорошо, поскольку у меня остаются лишние файловые дискрипторы на чтение. Вот здесь у отца есть лишние файловые дискрипторы на чтение. Ну и в процесс, неважно, укроет CAT, будет передан лишний файловый дискриптор на чтение. Может ли это сработать в плохую сторону? Можем ли мы получить дедлог в случае лишних незакрытых файловых дискрипторов чтения? Да, это тоже ошибочная программа, и тоже она может попасть в состояние дедлога. Если вот при незакрытии файлового дискриптора чтения дедлог у нас получается при том, что мы не можем получить EOF, то при... Да, вот в первом, в текущем случае, когда запись незакрыта. Чтобы нам получить дедлог при отсутствии, при лишних файловых дискрипторах чтения, нам нужно буфер пайпа переполнить. Давайте я сделаю такой пример. Напишу маленький шелловский скрипт, который на stdout выводит содержимое полуобольшого файла. Ну да, работает вот один из Сашей. Это у меня будет первая программа. В качестве парольной программы я могу использовать программу true, которая ничего не делает, просто возвращает нулевой код завершения. Что будет, если я в пайпе, в обычном пайпе запущу их вот так? Ну, видите, ничего не будет. Никакого вывода нет. True ничего не считывает со стандартного потока ввода. Немедленно завершается. Ну, 1Саш там что-то выводит в пайп. Ну, когда true завершается, 1Саш тоже завершается. Но если я запущу все это в моей программе, она подвисает. Она подвисает по той же самой причине, которая подвисала в предыдущей итерации, что у меня остались внешние файловые дескрипторы. Давайте посмотрим, что у меня там происходит. Вот у меня подвис кат. Теперь, то есть, подвисла записывающая сторона, просто по причине заполнения буфера. Вот мой кат, перенаправленный с даутом, который считывает из файла words, ждет. И вот мой пайп, у которого остался лишний файловый дескриптор на чтение. Этот лишний файловый дескриптор на чтение мешает процессу кат получить сикпайп и завершиться. То есть, собственно говоря, что произошло? Кат полностью заполнил буфер пайпа, и райд заблокировался, ожидая освобождения буфера пайпа. Вот это вот открытый файловый дескриптор на чтение мешает нормально получить условия того, что никто из пайпа читать не будет. Поэтому кат заблокировался на неопределенное время, мешается, не может завершиться. И отец тоже в вейте не дожидается первого записывающего процесса. Точно такой же очень похожий дедлог, как и в первом случае. Этот дедлог возникает из-за того, что у меня осталось лишний файловый дескриптор на чтение, который точно так же мне нужно не забывать закрывать. Давайте я их закрою. И в отце тоже нужно не забывать закрыть. Причем как бы здесь не важно, вот здесь это не так важно, поскольку к моменту, когда вот этот кат подвесен здесь, то второй процесс тоже завершится, но все равно обязательно нужно его закрывать. И у отца тоже закрываем файловый дескриптор. И обратите внимание, что естественно, что это нужно делать до вейта. Если мы попытаемся сделать закрытие файловых дескриптор после вейта, смысла в этом никакого не будет, потому что дедлог как раз у нас получается на вейте и записи в незакрытый пайп. Давайте попробуем скобилировать. И запустить. Вот я получил точно такой же результат. То есть, подводя итог, важно не забывать закрывать все файловые дескрипторы после того момента, когда они более становятся ненужны. здесь получается, что у меня вот после форка я пишу соответствующее количество системных вызовов в клоус. Для того, чтобы чуть-чуть упростить программу, я могу использовать менее стандартный механизм, точнее, нестандартный механизм создания пайпа сразу же с необходимыми флагами. Давайте я скопирую программу и чуть-чуть ее модифицирую. В Linux есть нестандартный системный вызов, который называется pipe2. И в качестве второго аргумента системного вызова pipe2 он позволяет передавать флаги. В частности, у нас есть очень полезный нам флаг оклоэкзек. Это мне потребуется fcntl.h. Пайп2 как бы не найден, но это не страшно. Это, то есть, гнусорс мне поможет. Вот он скомпинировался. Так он в остальном полностью аналогичен, но то, что у меня уже установлен флаг клоус он экзек, я могу сэкономить на уменьшить количество явных операций закрытия файла перед системным вызовом экзек, перед экзеками. То есть, я могу вот мою программу переписать следующим образом. Вот так вот. Наличие флага клоус он экзек приведет к тому, что файловые дескрипторы, которые были получены из системного вызова pipe2, они будут закрыты автоматически, ядром операционной системы, при выполнении системного вызова экзек, ну, экзек ве, соответственно, при экзек лп. И поэтому все, что мне остается, это просто закрыть явно их в отце, ну, после того, как порождены оба процесса. Они мне, в общем-то, как раз они должны быть закрыты отцом, чтобы обеспечить корректное ожидание процессов сновид с помощью системного вызова wait. Давайте попробуем еще раз скомпилировать. И я это запущу в обоих. Вот и работает. И какой-то у меня был lscat тоже работает. То есть вот такой вот нестандартный pipe2 мне позволяет упростить, избавиться от лишних операций клоус в сновьях. Это вообще дело хорошее, ну, мало ли, что я там забыл в сновьях закрыть, чтобы не было утечки ненужных файловых дескрипторов в какие-то непонятные процессы, которые я буду запускать. То есть, вообще говоря, вот перед экзеком и аналогичными функциями лучше вообще все лишние файловые дескрипторы позакрывать. И вот pipe2 нам удобен тем, что он это делает автоматически. Так. Как мне теперь модифицировать эту программу, чтобы она запускала, например, не два процесса, а, скажем, три процесса, вот там, с чего я начинал, если бы я здесь был выше пример, допустим, там, lscat, wscat. Здесь мне, собственно, потребуется отдельный pipe для каждой пары процессов, по сути. То есть, давайте я попробую это сделать. Так. P1, P2, P3. P1, P2, P2, P2. Ну, exit1. Ну, и мне потребуется еще один в pipe, которым я буду связывать второй и третий процесс. Давайте точно так же я буду использовать для упрощения. системный вызов в pipe2. У первого процесса перенаправляется только stdout. У второго процесса перенаправляется и stdin, и stdout. И у третьего процесса перенаправляется только stdin. То есть, dup2. fds2. Ну, и теперь у родителей остались еще два файловых дескриптора от второго pipe, который я закрыл. pipe3, допустим, ls, cat, вот сработал, ls, cat, wc, сработал. Итак, если мне нужно делать большее количество процессов в моем pipe, я, соответственно, там увеличиваю количество создаваемых каналов и создаваемых процессов. Этот пример, он не очень оптимальный с точки зрения использования файловых дескрипторов, поскольку я вот здесь вот создаю сразу же оба pipe. Создаю и первый, и второй pipe. Соответственно, вот в этой точке мне нужно будет четыре файловых дескриптора. Если мне потребуется создать три пайпа, мне потребуется шесть файловых дескрипторов, четыре пайпа, восемь файловых дескрипторов и так далее. В то время, если я буду более оптимально управлять файловыми дескрипторами и создавать их по необходимости, я могу в этой схеме обойтись, ну, например, там не четырьмя файловыми дескрипторами, а только тремя одновременно открытыми файловыми дескрипторами пайпа, независимо от количества пайпов, которые мне нужно создать. Ну вот такую оптимизацию числа используемых файловых дескрипторов, пожалуйста, уже там дальше сделайте, либо на семинарах, либо в качестве самостоятельного упражнения. Так, собственно, вот пример на использование. Что мы еще будем делать? В качестве модельной задачи взаимодействия двух, а может быть и более, чем двух процессов, мы часто будем использовать задачи типа пинг-понг. Для двух процессов задачи типа пинг-понг выглядят следующим образом. Первый процесс отправляется второму какое-то первое число, второй возвращает первое во второе число, первый второму третье число и так далее. То есть они вот так вот перекидываются друг к другу вот такими вот числами. Это хорошая модельная задача для любых средств взаимодействия процессов, и семафоров, и чего угодно, и разделяемой памяти, и очередей сообщений, сокетов, чего угодно. В случае, если мы хотим сделать пинг-понг двумя процессами, то мы можем, собственно, как сделать? Мы можем, вот как только что я показал, создать два пайпа, но только зациклить их друг на друга. То есть отец создает два пайпа, один в направлении от первого процесса ко второму, второй в направлении второго процесса к первому, и они вот так вот будут друг к другу перекидываться по этим двум каналам числами. Как это может выглядеть в соответствующей программе? Я не буду запускать новый исполняемый процесс, я просто буду делать это в рамках текущего процесса. Давайте, вот у меня отец запускает двух сыновей, которые начинают друг друга пинать пинг-понг. Вот так вот я оставлю. Ну и пинг-понг, собственно, некоторая основная рабочая функция, которая заключается в том, что, ну пока в бесконечном цикле, процесс считывает из некоторого файлового дескриптора чтения данные, которые ожидаемо поступают от другого процесса. Ну, допустим, он печатает их, то есть printf, pid свой, допустим, процент d, процент d, getpid, boost, увеличивает на единичку и записывает их обратно. Обратите внимание, что обмен данными здесь ведется в бинарном формате. Считывается записан непосредственно байты, как они представляются в памяти. Read читает буфер непосредственно в целую переменную, и write записывает его обратно. Ну и уже понятно, что вывод будет текстом. Так, давайте я это скомпинирую, посмотрим, в чем мы будем здесь получать. Мне не хватает. А, адрес буф, естественно, мне нужно передавать. Вот, ну и нужно эту функцию work, естественно, использовать. Work. Этот первый сын, например, у меня будет считывать из fds2 нулевое и записывать в fds1 первое. А второй сын наоборот. Work. fds2. fds2 первое. И ничего не произошло. Ну, почему ничего не произошло? Да потому что как раз я вот об этой ситуации упомянул. Это как раз та самая ситуация, когда два процесса, желающие взаимодействовать пинг-пунгом, просто начали ждать друг друга. Первый процесс ждет данных из второго процесса, второй процесс ждет данных от первого процесса. И они сами самостоятельно из этого дедлока, естественно, выйти никогда не смогут. Поэтому здесь, чтобы инициировать эту работу, ну, мне нужно, например, родителям просто какое-то начальное значение в этот pipe записать. Ну, например, здесь. Родитель здесь записывает, кому-то он записывает. Write. fds2 первое. И родители таким образом выводят эти два процесса сына и в состоянии взаимного дедлока. Процесс первый сын начинает работать, ну, а за ним, соответственно, начинает работать второй процесс сына. То есть все становится хорошо. Ну, вот они там поехали работать. Взаимодействуем, обменяем данные друг с другом. Обратите внимание на самом деле, что здесь, тем не менее, мне нужно быть аккуратным, даже, казалось бы, в таком простом примере. Что будет, если я вывод перенаправлю в файл? Получается, что они не, их вывод не перемешивают. Ну, их вывод не идет друг со другом. Сначала почему-то все выводит первый процесс. Выводит, выводит, выводит. Потом вдруг начал выводить все второй процесс. И в какой-то переходный момент у меня вообще все перемешалось. Значит, мы с вами в прошлый раз рассматривали вот эти вот моменты буферизации. И я говорю, что при форке буфер наследуется там, собственно, процессом сыном. Но здесь проблема не в этом. А проблема в том, что когда происходит вывод на стандартный поток вывода, связанный с терминалом, этот вывод буферизуется построчно. То есть вывод символа backslash n приводит к сбросу буфера в файл. Из какого-то внутреннего буфера в памяти. Когда у меня перенаправление в файл, вот как здесь, у меня используется механизм полной буферизации. То есть пока буфер не заполнится, он на файловый дескриптор записан не будет. Поэтому мне нужно вот в ситуациях такого рода пинг-понга, когда у меня несколько процессов, предполагаем, он будет писать в один и тот же файловый дескриптор. Мне нужно не забывать выполнять сбросу буфера. Вот. И теперь уже все, как должно быть, эти процессы записывать подряд. То есть первый процесс сгенерировал данные, выполнил системный вызов write и записал их в файл. Второй процесс сгенерировал, первый процесс записал вот это, второй процесс записал вот это и так далее. И тут есть даже следующий интересный момент. То есть эта программа не так проста, как может показаться. то есть здесь такая есть тонкость, что будет, если я, например, вот этот вот printf, я по каким-то причинам решу, зачем это мне надо. Если я этот printf перенесу вниз после write, я это закомментирую, а это поставлю. Ну, допустим, я там что-то захотел пооптимизировать, не знаю, там или что-то запутался. Решил сделать так, что сначала как бы отец отправляет сыну в записывающий канал, собственно, значение, а потом его печатает. Как у меня изменится вывод в этой ситуации? Давайте я скомпилирую и запущу. И обратите внимание, что у меня произошло. у меня сразу же вывод сломался. Давайте вот это вот первое, что у меня бросается в глаза, что у меня вывод сломался. И, в принципе, потом это может дальше повторяться. Не так часто, но вот, скорее всего, возможно, у меня какая-то другая теперь возникнет ситуация, что у меня вывод сломается. Это видно? Почему происходит вот таким образом, что даже перемена места двух операций, write и printf, у меня может привести к тому, что программа будет работать неправильно. По сути, что у меня может произойти? Какая ситуация синхронизации может произойти? Ну, то есть, сходу не видно. Я думаю, можно будет найти где-то еще в файле, скорее всего, там тоже будет что-то вдруг. Перемешано. Что у меня произойдет? Вот в тот момент, когда первый процесс выполняет системный вызов write, в принципе, эти вот данные, которые записываются и попадают во внутренний буфер пайпа, они могут разбудить второй процесс. Второй процесс может выполнить read, может выполнить increment, может выполнить write, и второй процесс может же выполнить print. то есть, получается, что у нас и первый процесс, и второй процесс выполняют printf, вот как-то вот, они оба могут выполнить printf, в общем-то, вот, кстати, вот здесь тоже отображено, вот тоже вывод перепутался, могут выполнить printf в любом порядке. То есть, у меня здесь теряется синхронизация, когда я выношу printf и делаю его позже системного вызова write. Я здесь получаю уже не ошибку типа deadlock, а ошибку типа race condition, то есть гонки. То есть, программа почти всегда, как вы видите из вывода, почти всегда работает правильно, но иногда неправильно. Вот здесь вот у меня возникает, проявляется race condition, и два раза выводит там второй процесс, после чего два раза выводит данный первый процесс. Это только из-за того, что у меня запись в файловые дескрипторы выполнена в неправильном порядке. Сначала выполняется запись в файловые дескрипторы pipe, затем выполняется запись в файловые дескрипторы sdout. Это все приводит к race condition. То есть, вот это более тонкая, но синхронизационная ошибка в моей программе. По сути, с чем я здесь имею дело? Вот этот выходной файл, будь то это стандартный поток вывода или вот этот файл outtxt, в который я перенаправляю, у меня является разделяемым ресурсом, который совместно используется, в моем случае, двумя процессами, которые работают с ним параллельно. И в первом процессе и во втором процессе printf в конечном итоге записывает на stdout и выводит в один и тот же файл. То есть, вот этот файл, в этом примере outtxt, у меня есть разделяемый ресурс. И у меня возникает задача корректной работы параллельно работающих процессов с разделяемым ресурсом. То есть, задача взаимного исключения. И задача взаимного исключения, один из способов задачи взаимного исключения – это реализация так называемых критических секций. Вот забегая вперед, критическая секция – это некоторый фрагмент кода программы, который гарантированно исполняется только в одном процессе. Второй процесс в этот момент должен ждать, пока первый процесс выйдет из своей критической секции. И если мы посмотрим внимательно на этот фрагмент кода между ридом и райтом, то мы видим, что вот у меня молекуляция с разделяемым ресурсом, вот у меня это по сути работа с разделяемым ресурсом, а рид и райт у меня обрамляют критическую секцию. То есть, рид – это вход в критическую секцию. Таким образом, в силу организации моей программы, я уверен, что если мой процесс попал сюда, то другой процесс там находиться уже не может. И райт – это выход из критической секции, когда я разрешаю другому процессу работать, в частности, входить в критическую секцию. И получается, что если я printf переношу за пределы критической секции, я разрешаю обоим процессам выполнять printf как-то одновременно в какой-то там произвольной, соответственно, последовательности. То есть, вот пример этого printf – это пример несинхронизованного доступа к разделяемому ресурсу. А вот здесь вот у меня как раз доступ синхронизуется с помощью системных вызовов рид и райта. Я получаю настоящую критическую секцию. То есть, это вот тоже важно. И, как вы видите, любая, казалось бы, незначительная модификация в параллельно работающих процессах может приводить к таким вот достаточно большим неправильным результатам. Поэтому только так. И последнее, что я хотел бы, наверное, сейчас добавить про каналы, ну и вообще про файловые выводы. Вот здесь вот в моем примере я обмениваюсь данными по каналу в бинарном виде. То есть, передаю 4 байта бинарного представления Инта между процессами в обе стороны. Это может быть нехорошо, неудобно, там по разным причинам. И мне может быть удобно привязывать файловые дескрипторы к высокоуровневым структурам Вунта. Ну, то есть, чем мне удобно при структуре файл-звездочек? Там есть printf. Я могу выполнять форматное преобразование целых чисел, бесчисленных чисел в текст и передавать их в текстовом виде. И scanf, который выполняет обратное преобразование из текста в внутренний формат. Соответственно, у меня есть библиотечные функции, которые позволяют связывать уже открытый файловый дескриптор с высокоуровневой структурой файл-звездочка, которую я потом могу использовать в высокоуровневом вводе Вунта. Аналогичные функции есть и в C++. Там они нестандартные. Тем не менее, я могу файловый дескриптор класть внутрь f-стрима на чтении на запись. Ну, вот в C они более стандартизованы. fdopen мне позволяет привязать уже открытый файловый дескриптор к выделить под него структуру файл-звездочка, установить у него корректно все флаги и потом пользоваться вот этой структурой файл-звездочка для взаимодействия по этому файловому дескриптору. Режимы записи здесь такие же, как в open, то есть read или write. Естественно, что поскольку файловый дескриптор уже создан, никого нового файла создаваться не будет. Ну и как только вы передаете этот файловый дескриптор внутрь библиотечной функции fdopen, вы про этот файловый дескриптор забываете. Он больше не ваш. То есть его закрытием уже будет заниматься f-close, который закроет фаз-звездочка целиком. Таким образом, условно говоря, вы, передавая файловый дескриптор внутрь fdopen, вы отдаете право владения этим файловым дескриптором в стандартной библиотеке. И обратная операция. Вы можете получить номер файлового дескриптора из структуры файла с помощью вот такой функции file.no. Она вам вернет целое число. Файловый дескриптор, связанный со структурой файла. Если вы хотите этот файловый дескриптор использовать в каких-то низкоуровневых системных вызовах, типа там dApp или там ePol или что-нибудь еще. По умолчанию вот вывод будет полностью буферизированный, то есть нужно не забывать использовать f-close. И еще один момент, который нужно помнить при высокоуровневом взаимодействии, что, ну, во-первых, f-flash нужно не забывать при записи в пайпы. Ну, а во-вторых, нужно помнить, что операция scanf, которая будет считывать данные в текстовом формате, ей нужен какой-то разделитель, чтобы завершить ввод, например, числа. То есть если вы хотите передать число в текстовом виде, недостаточно просто вывести число в текстовом виде в пайп. Вам нужно еще после самого числа вывести какой-то разделитель, который будет сигналом, например, для функции scanf на другой стороне, что число закончилось. Хороший вариант – это backslash n или пробел, что-нибудь такое. То есть не забывайте выводить тот же самый backslash n при записи текстовых данных в пайп, и не забывайте f-flash. И можете использовать fdopen, или же можете использовать перенаправление стандартных потоков и чтение со стандартного потока ввода и записи со стандартного потока ввода. Ну, я думаю, более подробно тоже это будет потом рассмотрено на семинарах. Это, наверное, все, что я сейчас хотел рассказать про пайпы. Есть ли у вас вопросы? А вот. А write может записать меньше, чем мы его попросили? Может. Ну, смотрите, то есть здесь можно сделать пример, когда я, допустим, из двух процессов сделаю огромный буфер мегабайтный, и два процесса будут на время писать в один и тот же пайп. Ну, там, как угодно может быть. Еще раз. Может в случае, если у нас размер записываемых данных больше, чем pipe-buff, больше, чем вот эта вот константа атомарности. Если меньше, то write будет ждать. Но есть нюанс, что еще бывают сигналы, но об этом позже. А, то есть, если меньше, чем pipe-buff, то нам прям гарантируется, что оно за один раз запишется. Да, да. Так, еще вопросы. Можно еще раз, когда возникал deadlock, когда мы не закрывали дескрипторы на чтение. Мы не закрывали дескрипторы на чтение, и у нас deadlock возникал из-за того, что буфер pipe полностью заполнялся. Как это все выглядело? Вот так вот. Значит, вот эта программа генерирует очень большой выходной файл, и этот очень большой файл полностью заполняет буфер записи. True – программа, которая, в общем-то, ничего не делает, сразу завершается. И получается, что у нас возникает такая ситуация, что никто из pipe не читает, а буфер записи полностью заполнил. И вот эта программа-генератор не может завершиться, потому что, вообще говоря, у отца программы pipe-2 остался незакрытый файловый дескриптор на чтение. Поэтому программа записи не может завершиться, получив там epipe или sigpipe, потому что, опять-таки, у нас лишние висящие файловые дескрипторы чтения остаются. Так, тогда давайте сделаем перерыв до 11.10, и дальше продолжим уже с новой темой. Это сигнал. Значит, пара pipe и сигналы – это, на самом деле, такие традиционные средства межпроцессного взаимодействия, которые пришли к нам из самых ранних, самых первых версий Unix. И, ну, пайпы практически без изменений, сигналы с существенными изменениями дошли до современных версий после сориентированных операционных систем. Если пайпы, они достаточно там понятные, ну, просто мы записываем данные, считываем данные, как-то процессы организуются друг с другом, то сигналы, в общем, достаточно сильно сложные, ну, точнее так, намного сложнее и имеют большое количество таких вот тонких случаев. Поэтому, как бы, как можно сказать, что первые правила использования сигналов – это по возможности не использовать сигналы. Лучше предпочесть какие-то современные средства, то, что нам дает современный Linux, современный Unix, чтобы минимизировать использование сигналов и с ними не связаться. Но, тем не менее, нужно о них что-то сказать и нужно, по крайней мере, понимать, что это и как их можно использовать. Если я говорил, что пайпы – это синхронные взаимодействия, то сигналы, по крайней мере, с точки зрения получения сигналов, это средства асинхронного взаимодействия процессов. Точнее, я бы уточнил так, что сигналы могут быть, могут приниматься асинхронно. Они могут, и большая часть сигналов принимается синхронно, то есть в понятных ситуациях, как реакция на какие-то понятные действия. Но в частности, сигналы могут приниматься процессом асинхронно. Сигналы – это есть некоторая программная абстракция механизма прерывания. То есть вот когда я рассказывал про механизм прерывания, который есть у современных процессоров, который позволяет внешним устройствам, условно говоря, информировать центральный процессор о том, что в жизни внешнего устройства произошло событие, на которое процессор желательно поскорее должен был отреагировать. Вот то же самое, только почти то же самое, только уровнем чуть-чуть повыше и логически, так сказать, повыше. Это все реализовано на уровне сигналов. И точно так же, как с прерываниями, в механизм сигналов, на самом деле, заложено несколько разнородных и не очень связанных друг с другом ситуаций. Вообще говоря, сигналы посылаются в разных случаях, которые здесь перечислены. Во-первых, сигналы вы можете послать, в самый простой случай, сигналы вы можете послать самому себе. Например, функция аборт, которая аварийно завершает вашу программу, она так и делает. Она самому себе посылает сигнал сигаборт. И таким образом завершает выполнение программы аварийно, и процессородитель понимает, что это был аборт. Посылка сигнала самому себе, она очевидно синхронная. Вот вы выполняете системный вызов kill, отправляя сигнал, и вот когда вы выполнили kill, вы знаете, что сигнал уже доставлен, например. Самый простой случай. Следующий случай – это, например, когда ядро операционной системы посылает сигнал процессу из-за того, что процесс пытается выполнить какое-то некорректное действие. То, с чем вы много раз сталкивались, это сигнал segmentation fold, который посылается ядром операционной системы процессу тогда, когда, например, вы выполнили недопустимое обращение к памяти. Это тоже вполне себе синхронный сигнал. Текущая инструкция, которая пытается выполнить недопустимую операцию, прерывается, вам посылается сигнал, вы, в принципе, можете его обработать, и, в принципе, можете вернуться к повторному исполнению той же самой некорректной инструкции. Это все вот такой механизм синхронный. Вот эти вот два случая, сам себе и ядро процессу, как реакция на ошибку, это такие вот традиционные синхронные кейсы. Например, вот мы с вами говорили о том, что в прерываниях у нас есть прерывание page fold. Некоторый более высокоуровневый аналог page fold на уровне процессов – это будет сигнал segmentation fold. Это все синхронное, а вот асинхронное – это, например, один процесс может послать любому другому процессу, ну, которому может, в смысле, они обычно должны принадлежать одному и тому же пользователю, любой сигнал в любой момент времени, и, соответственно, он будет доставлен в процесс получателя и может прервать выполнение процесса получателя в какой-то произвольный момент времени совершенно там, на любую инструкцию, условно говоря. Это первое. Это уже получается асинхронное получение сигнала. И второе – ядро может отправлять сигналы тоже в процессу, как реакция на какие-то внешние события, которые возникают в исполняющей системе. Например, сигаларм посылается, когда истекает таймер, то есть ядро отсчитывает время оставшееся, когда время таймера закончилось, выполняющему процессу посылается сигнал сигаларм, который может прервать выполнение процесса на любой инструкции для обработки поступившего сигнала. Или, например, сигчайлд, который посылается тогда, когда завершился сын. Точно так же он посылается в процесс и может прервать нормальное выполнение процесса на любой инструкции. И некоторые другие события, на которые тот же самый сиглент, на которые процесс может реагировать, а может и не реагировать. В любом случае, это некоторые асинхронные внешние события, внешние по отношению к исполняющемуся процессу, То есть, условно говоря, процесс исполняющийся не может на них особо влиять на то, в какой момент они ему придут. Собственно, вот я уже сказал, что у нас бывает асинхронный 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 сигнал. Но на самом деле это не виды сигналов, потому что любой сигнал может быть послан и синхронно, и асинхронно. В принципе, вам никто не запрещает послать сигнал сик-секов другому процессу с помощью обычного килла. Пожалуйста. Но если вы просто его посылаете другому процессу, это будет обычная синхронность сигнала. Если сигнал Сегов возникает как реакция на ошибку в вашей программе, это будет синхронный сигнал. То есть правильнее сказать, что это не виды сигналов, а виды обработки, виды реакции на сигнал. И часть из этих стандартных сигналов я уже перечислил. Самые важные из них – это, например, сигэнд – это нажатие Ctrl-C. Всем, на самом деле, правильно сказать, что всем процессам основной группы процессов терминала посылается сигнал сигэнд, который по умолчанию завершает работу процесса. То есть сигэнд связан с логикой работы с терминалом. То есть драйвер терминала генерирует посылку сигнала при нажатии на Ctrl-C. В то время как сигтерм тоже вызывает завершение работы сигналов, но назначение сигтерма, чтобы один процесс мог попросить о завершении другого процесса. То есть сигтерм – это вот, когда вы используете команду kill по умолчанию, она посылает сигнал сигтерм. Сигнал сигкил – это то же самое, что сигтерм, но совсем жестко. То есть сигкил посылается процессу, и процесс не может на него никак отреагировать, просто процесс завершается. Если процесс не завершился по сигкилу, то это значит, что у нас проблемы. Что-то уже не так пошло с ядром, что он не может немедленно завершить процесс. И последний из процессов завершения – сигquid, который обычно активируется по Ctrl-Backslash. Это то же самое, что сигint, он аналогичен. Только это как бы отладочный сигнал, процесс завершается аварийно, и получается core dump, который вы можете потом проинспектировать. То есть если вы хотите аварийно завершить вашу программу, чтобы ее поотлаживать, то сигкил – это такой вот вариант. Из еще некоторых особенных сигналов – это сигнал сикстоп. О нем я говорил чуть раньше, когда говорил, что у нас есть специальное состояние процесса, которое называется приостановленный. То есть это T большое или T маленькое. Процесс переводится в состояние приостановленный с помощью отправки ему сигнала сикстоп. И он будет находиться в состоянии приостановленной неограниченно долгое время, пока его не продолжат с помощью сигнала сикконд. И вот здесь, например, два сигнала сикьюсер-1 и сикьюсер-2 – это какие-то произвольные пользовательские сигналы, которые мы будем… Можно использовать по любому назначению. Мы и с вами будем использовать в разных тестовых примерах. Вот некоторые асинхронные сигналы, которые я здесь уже перечислял. Сикхаб – это отключение терминала. Например, вы зашли по SSH на хост, и у вас SSH отвалился. Мало ли что бы произошло. И тогда всем процессам, которые выполняются с этого терминала, отправляются сигнал сикхаб. Если они что-то выводят, и терминал отвалился, то дальше работа не имеет смысла. Вывод будет потерян. Наверное, лучше завершить процессы, чтобы они не накапливались в системе. Сигаларм – это срабатывание таймера, и сикчат – это завершение работы с новым процессом. И вот ошибочные сигналы. Ну, вот вы с ними уже гарантированно сталкивались. Сигсег – сегментейшн фолк, любимый наш. Сигфпе – это, как правило, возникает при ошибке целочисленного деления на ноль. Тоже почти наверняка с ним сталкивались. Сигл – это недопустимая инструкция. Скорее всего, с ним сталкивались, когда пытались выполнить программу на ассемблере, и забыли там ред или джамп, не туда перешли, программа валится из недопустимой инструкции. И сикпайп – о нем я недавно совсем упоминал. Сигнал, который генерируется как реакция на то, что из буфера пайпа некому читать. В принципе, сигналов много. Как я сказал уже, если я отправляю сигнал другому процессу, какой бы я сигнал не отправил, он будет асинхронным. Если я сигнал отправляю себе, какой бы я сигнал не отправил, он будет асинхронным. Значит, полный список сигналов. Килл минус L, вот он, даже с их номерами. Их здесь достаточно много. Их, в принципе, здесь 64 штуки. Сейчас мы это число запомним. То есть у нас, условно говоря, для того, чтобы хранить множество всех сигналов, нам достаточно 64 бита, то есть такого 64-битного целого значения. Среди вот этого множества сигналов у нас выделяются вот такие однотипные сигналы с номерами от сиг-рт-мин от 34 до номер 64 сиг-рт-макс. Это так называемые сигналы реального времени. К реальному времени они отношения не имеют, они просто появились в расширениях POSIX, который называется real-time extension. Вот так получилось, поэтому они называются сигналы реального времени. У них есть некоторая небольшая особенность в обработке. Ну, там, может быть, мы о них подробнее поговорим при необходимости. В частности, несколько из них, они используются в реализации Петерет-библиотеки на Линдексе, поэтому там нужно смотреть, что из них можно использовать, что из них нельзя использовать. И вот эти все именованные сигналы, которые, в принципе, каждый сигнал имеет какое-то свое индивидуальное назначение. Ну, и там, если нам потребуется, мы будем... Часть из них я перечислил уже. Если нам потребуется, мы будем из них более подробно какие-то обсуждать. SIG-USR-1, вот он, номер 10. И SIG-USR-2 – сигналы для межпроцессного взаимодействия, точно так же, как все сигналы SIG-RT, real-time. У них нет никакого специального системного смысла, они свободны для использования между процессами. Так, вот самый жуткий сигнал SIG-KILL имеет номер 9. И никогда не повторяйте такую команду KILL-9-1. Эта команда отправляется на SIG-KILL всем процессам в системе, до которых текущий пользователь может дотянуться, то есть у которых текущий пользователь имеет право на отправку сигналов. Говоря по-простому, это все процессы текущего пользователя. Он им отправляет SIG-KILL, то есть вызывает их немедленное завершение. Я не буду сейчас это делать, потому что у меня просто тогда я вывалюсь из оконной системы, и вообще-то у меня все свалится. И еще раз напоминаю, когда я говорил о ситуации out-of-memory и работе out-of-memory KILL под системой, она тоже посылает процессу сигнал SIG-KILL, то есть не дает этому процессу шанс нормально завершиться. Так, собственно, как можно реагировать на сигналы? У нас для каждого из сигналов установлена какая-то стандартная обработка, то есть которая у нас идет из коробки, что вот они вырабатываются по умолчанию. Большинство сигналов по умолчанию приводят к завершению работы процесса. Некоторые из них еще вызывают аварийный дамп памяти. Например, SIG-SEG, SIG-ABORD. Мы получим там Core-Damp. Некоторые из них, буквально там один или два, игнорируются по умолчанию. То есть SIG-CHALT по умолчанию игнорируется, то есть он как бы отправляется, но если вы его не ловите и не обрабатываете, ничего страшного не произойдет. Ну, просто игнорируется. Есть особенность на SIG-STOP, который, как я уже сказал, вызывает перевод процесса состояния приостановленной, и он будет находиться в этом состоянии приостановленной. Это стандартная реакция на сигнал. Она, условно говоря, приходит, когда процесс запускается, вот эта стандартная реакция уже предустановлена. У большинства процессов, еще раз повторяю, это завершение работы, у большинства сигналов это завершение работы процесса. Мы можем сигнал игнорировать. Два сигнала, которые игнорировать нельзя, это SIG-STOP и SIG-KILL. Игнорирование означает, что мы просто его игнорируем. То есть никаких действий у процесса получателя этот сигнал вызывать не будет. Ну, есть сейчас нюанс, я сейчас покажу. Игнорировать можно все сигналы, кроме SIG-STOP и SIG-KILL. SIG-KILL и SIG-STOP игнорировать нельзя. Как я сказал, SIG-KILL вызывает принудительное сразу же завершение процесса. SIG-STOP приостанавливает процесс. И третья реакция – это установка любого пользовательского обработчика. То есть вы можете установить некоторую функцию сишную, как callback еще называется, которая будет сработан, которая сработает тогда, когда ваш процесс поступит в соответствующий сигнал. Вот мы с вами сейчас, мы будем использовать callback в простой форме, без дополнительных аргументов. Но при необходимости можно, конечно, использовать более сложные callback. Соответственно, если вы устанавливаете пользовательскую обработку, то каждый раз, когда сигнал возникает, у вас будет вызываться пользовательская функция. А пользовательская функция вызывается, естественно, в контексте вашего процесса. В принципе, вы можете делать в этой пользовательской функции все, что, почти все, что угодно, но с осторожностью. Это тоже очень такой тонкий вопрос, что можно, а что нельзя делать в пользовательской функции обработки сигнала. Когда пользовательская функция завершается, если она не завершает выполнение процесса целиком, то управление возвращается в ту точку программы, где управление было прервано приходом сигнала. При этом обычно по умолчанию пользовательская функция использует вот этот хендлер, коллбэк использует тот же самый стэк, который используется для основной программы. Но это вы можете настраивать. В принципе, вы можете запускать обработчика сигнала на альтернативном стэке, если захотите. И, кроме того, забегая вперед, скажу, что одновременная работа сигналов и нитей тоже вызывает много потенциальных проблем, то есть тоже тонкое место. Поэтому пока мы будем с вами рассматривать работу с сигналами в рамках обычного процесса, у которого нет внутри нитей. Просто обычный процесс, который исполняет мейн, который не создает другие нити, и как мы внутри него можем обрабатывать сигналы. Запомнить нужно, что kill и sextop – это особенность сигнала, не могут быть заблокированы, не могут быть обработаны. И у нас есть системный вызов kill и команда shellacill, соответственно, аналогичная, которая отправляет сигнал. Я здесь указываю PID процесса. При этом, вот, возможно, четыре ситуации, когда я могу поставить сигнал не только одному процессу, но и какой-то группе процессов. И указываю номер сигнала. Номер сигнала 0, я здесь могу указать, он проверяет, что вообще, в принципе, этому процессу можно, в принципе, поставить сигнал. Что процесс существует, и что у процесса-отправителя есть необходимые права на отправку сигнала этому процессу. И PID. Обычно используется PID больше 0, это я хочу поставить сигнал какому-то конкретному процессу. PID, равный 0, это отправка сигнала всем процессам текущей группы. И если в текущую группу, ну, естественно, в нее уходит и сам процесс, он сам же получит тоже этот сигнал. То есть сигнал можно отправлять нескольким процессам одновременно. В частности, и самому себе тоже. PID, равный минус 1, я уже сказал, это посылка всем вообще процессам в системе, до которых процесс имеет право послать сигнал. Обычно это процессы этого пользователя. Но если вы root, то вы можете все процессы таким образом убить. И PID меньше минус 1, это отправка сигнала к какой-то конкретной группе процессов по ее идентификатору группы PID. Сразу давайте. Какие особенности имеет игнорирование сигнал? Давайте я напишу простую программу, которую мы будем сигнал игнорировать. Про доставку сейчас поговорим, чуть позже. Для работы с сигналами нам потребуется заголовочный файл сигнал H. И самая первая полезная вещь, которую нам потребуется часто делать, это игнорирование сигпайпа. Вернемся к этому позже, но пока просто как пример игнорирования какого-то конкретного сигнала. Как я сказал, я могу игнорировать все. Если попробую игнорировать сигкил, то никакого эффекта это не произойдет. Давайте я попробую заигнорировать сигсек. И давайте я какой-нибудь, я не знаю, напишу цикл. Так, напишу такой цикл. Да, если ее нужно добавить. Вот мы что-то вводим. А, давайте для начала, давайте. Вот смотрите, я нажал Ctrl-C, и в процесс поступил сигн, и процесс завершился. Давайте я заигнорирую сигн. Сигнал. Сигн. Сигн. Вот теперь я нажимаю Ctrl-C, и поскольку процесс включил игнорирование сигнала сигн, ничего не происходит. То есть процесс как работал, так и продолжает работать. Я могу, например, завершить с помощью Ctrl-Backslash, отправить ему SegQuit, который обрабатывается по умолчанию, и вызывает, как вы видите, завершение работы программы и аварийный там программы FileCore. В принципе, вот смотрите, любой сигнал может быть послан любому процессу. То есть давайте я раскамечу сексек сюда, скомпилирую и запущу. И вот у меня вот у меня процесс сигнал 1. Я его беру, например, отправлю ему сигнал минус 7. Процессу 7096. То есть я просто программно ему отправил сигнал с сексеков, и процесс, вот этот вот мой сигнал 1, завершился так, как если бы он в процессе выполнения выполнил бы некорректное обращение к памяти и свалился бы. То есть то, что у меня какие-то сигналы зарезервированы для системных нужд, меня не запрещает их отправлять явно. Вот как вот здесь. Сегментation fold. То есть, в общем-то, с первого раза не понять, он сам свалился или ему помогли. Так, вот что будет, прошу включения, что будет, если я, например, включу игнорирование сексеков? ПСА-Х. Отправил сигнал с сексеков, и ничего не произошло. То есть вот у меня, еще раз отправил, сейчас тоже, прощение, туда отправляю, да, туда отправляю, и ничего не происходит, потому что он игнорируется. Но есть нюанс. Давайте я сделаю такую вещь. Звездочка. Звездочка. Я выполню недопустимое обращение к памяти вот с помощью вот такой конструкции. То есть вот, давайте проверим, что сейчас я закомментирую сексеков, что он у меня, крайне не так работает, как я хочу. Ну вот, сегментation fold. Моя программа выводилась, естественно, поскольку пытается разиминовать память по адресу 30. Комментирую, точнее, включаю игнорирование сигнала. И оно не срабатывает. То есть вот я включил игнорирование сигнала. Если я буду отправлять сигнал сексеков как обычный сигнал из другого процесса, то он игнорируется. Пожалуйста, ничего не происходит. Но если у меня сигнал возник как реакция на какую-то внутреннюю ошибку, то он будет обрабатываться по умолчанию. Вот эта вот особенность сигналов, которые имеют специальное значение, это сигнализировать о некоторых ошибках выполнения программы. Ну вот я их уже там перечислял. Это SIGIL, SIGSEG, SIGFPE, SIGBAS и некоторые другие. Вы их можете, да, игнорировать. Игнорирование этих сигналов означает, что вы их не будете получать от других процессов. Но от ядра вы их будете получать, и они у вас будут обрабатываться по умолчанию в этом случае. То есть игнорирование такого рода сигналов означает обработка по умолчанию. Как сигналы доставляются? Вот давайте я еще раз компилирую, запущу этот процесс, SIGNAL1. В файловой системе PROC я уже упоминал, есть некоторый очень полезный файл PROC PIT STATUS, и в нем достаточно много информации, относящейся к тому, как процесс работает с сигналами. Вот PROC 7260. Вот обратите внимание на вот этот вот набор полей, каждый из которых имеет 64-битное значение, это HEX, то есть это 64-битное, распечатанное в 16-стричном виде. И как раз описывает, как программа настроила обработку сигналов. В частности, здесь вот PENDING означает сигналы ожидаемой доставки, сейчас про них поговорю. BLOCKED заблокированный сигнал, чуть позже про них поговорим тоже. IGN это сигналы игнорируемые. Обратите внимание, что имеются три сигнала, PIDE SEGV EGIN и здесь основные сигналы 1 SIG HUB. Ну, можно сделать. у меня получается сигнт имеет номер 2, SIGSEGV имеет номер, как вы все знаете, и SIGPYPE имеет номер 13. Если мы посмотрим, то у нас, соответственно, будут установлены первые, десятые и двенадцатые биты, как мы считаем от нуля, вот у этого слова. То есть это вот поле SIG IGN – это битовая маска тех сигналов, которые настроены на игнорирование у этого процесса. SIG код – это битовая маска тех сигналов, которые обрабатываются пользователем, то есть для которых был установлен пользовательский обработчик. Она сейчас нулевая, поскольку никаких пользовательских обработчиков я пока здесь не устанавливаю. Как только мы это начнем делать, соответственно, сразу же здесь появятся ненулевые биты. И с точки зрения обработки сигналов для нас очень важно понятие pending signals, то есть сигналы, ожидающие доставки. Доставка сигнала, то есть механизм, который активируется при выполнении системного вызова килл, например, в одном процессе, который приводит к переключению на функцию обработчик в другом процессе, доставка сигнала, выполняется в две фазы. Значит, на первой фазе доставки сигналов устанавливается так называемая маска сигналов, ожидающих доставки, то есть pending signals у целевого процесса. Маска сигналов, ожидающих доставки – это битовая маска, которая за качество сигналов отвечает один бит. Соответственно, представив себе такую ситуацию, у нас есть процесс с PID 1, 2, 3, 4, которому три других процесса отправляют, предположим, одновременно отправляют сигналы 5, 3 и 5. Это означает, что в бите, отвечающем за пятый сигнал, это четвертый бит будет у слова, будет установлен битик, означает, что сигнал, то есть у этого процесса есть этот сигнал. И на этом килл заканчивает работу. То есть вся задача системного вызова килл – это установить битик во множестве сигналов, ожидающих доставки. Ну, на самом деле, чуть сложнее, поскольку нам может потребоваться процесс разбудить. Но, в принципе, все. На этом работа системного вызова килл заканчивается, и дальше процесс продолжает обычную работу. То есть, вот когда вы сделали килл, вы даже еще, естественно, обработчик даже еще не то, что даже закончил работу, еще даже не начал работу у другого процесса. Он начнет работу как-то позже, когда вот этот вот уже сигнал будет прослежен уже до того процесса, и будет вызван соответствующий обработчик. Если мы отправляем сигнал в сигнал 3, то он установит третий бит у маски сигналов, ожидающих доставки. Но если два процесса отправляют один тот же сигнал, но бит-то у нас один, и он просто будет установлен в единичку два раза. То есть получается, что как бы если сигнал отправляется так быстро, что ядро не успевает их индивидуально отработать, то есть ядро не успело еще обработать эту отправку, и уже пришла другая отправка, она тоже установила единичный вид, то есть сделано ничего, то сигналы у нас получается как бы объединяются, сливаются. Это точно так же и с обычными прерываниями. То есть если прерывания приходят слишком часто, то вот несколько последовательно пришедших прерываний у нас объединятся в одно, и обработчик прерывания вызывается один раз. И с сигналами то же самое. Если сигналы посылаются слишком быстро, то они сойдются, и обработчик сигнала может вызвать меньшее число раз, чем сигнал был отправлен. Это неизбежное свойство сигналов, оно неустранимое свойство сигналов, по крайней мере для обычных сигналов. И это нужно просто понимать, когда мы каждый раз используем сигналы. То есть сигналы нельзя использовать, когда нужно учреждать, сколько пришлось. Понятно, что на коленочном примере тестовом мы можем это делать, но в реальных приложениях этого делать нельзя. Соответственно, вот то, как я сказал, что у нас системный вызов KILL модифицирует множество сигналов, ожидающих доставки, ну а в дальнейшем еще запускается планировщик ядра операционной системы, он смотрит, что если процесс нужно разбудить, то давайте мы разбудим процесс, он у нас проснется, и тогда мы уже запланируем запуск обработчика сигнала у этого процесса и поставим его в пул процесса, в готовку к выполнению. И дальше уже, собственно, запуск процесса и запуск обработчика в нем уже выполняется отдельно от отправки, может быть, чуть-чуть позже, когда у нас дойдет очередь до этого процесса. Вот у нас есть процесс, который готов к выполнению, и который мы сейчас хотим запустить на выполнение на процессоре. У него есть множество сигналов, ожидающих доставки, тогда мы просто берем и начинаем по очереди для них вызывать обработчик сигналов. Ну как вот, в какой порядке мы будем запускать обработчик сигналов, если есть несколько. Ну здесь ответ, что в любом, но большинство операционных систем просто идут по битам, начинают от младшего к старшему, и запускают обработчики сигналов в этом порядке. То есть сначала, например, запустится обработчик сигхаб, потом сигин и так далее. Ну и дальше уже мы смотрим, если обработка стандартная, то выполняется стандартное действие, если обработка польскийская, то выполняется польский обработчик. На время польского, польский обработчик, чтобы запустить польский обработчик, выполняется необходимая донастройка стека, то есть нам нужно в стек поместить некоторый контекст, чтобы польский обработчик запустился корректно, чтобы он после завершения работы польского обработчика, мы могли вернуться в ядро, и уже из ядра вернуться снова к той точке, в которой программа была приостановлена. И на время работы обработчика может быть выполнена частичная блокировка сигналов. Чуть позже об этом говорим. Это механизм доставки сигнала в том случае, если он не игнорируется. Если сигнал игнорируется, то факт того, что сигнал игнорируется, определяется на этапе отправки. Вот так вот. Если сигнал игнорируется, то килл вообще ничего не делает. Никакой маски сигналов ожидающей доставки не модифицируется, просто сигнал игнорируется, но и все, килл отработал и пошел дальше. Никаких изменений в состоянии процесса, к которому отправили сигнал, не произойдет. Вот, как я уже сказал, что сигналы нельзя отправлять слишком часто, и без дополнительной синхронизации вы просто начнете терять подсчет прихода сигналов. Итак, вот мы уже использовали простейшую функцию типа сигнал для обработки игнорирования сигналов. Теперь давайте чуть-чуть модифицируем эту уже программу, чтобы обрабатывать сигнал польским обработчикам. Так. И тут с этим тоже связана масса подводных камней, в которых мы сейчас будем разбираться. На первый взгляд, обработка выглядит очень просто. Давайте я... Хочу, чтобы... Не знаю. Кусочек сделать, то есть специальное значение 100 будет вызывать аварийное завершение программы. Давайте я поставлю обработчик на сигнал Сигант. Так. Обработчик ввод функции. У этой ввод функции есть параметр номер сигнала. В принципе, я могу один и тот же обработчик вешать на несколько сигналов, и здесь будет приходить номер сигнала, на котором он сработал. И запускаю сигнал Сигант, там у меня был, и Интхендер. Обратите внимание, что эта функция сигнала, вообще говоря, не отправляет сигнал, не принимает сигнал, она не делает ничего с точки зрения взаимодействия сигналов, кроме как устанавливает обработчик. Ничего еще здесь с программой не происходит, и сам по себе обработчик еще не вызывается. Давайте я здесь пока неправильно напишу printf. и как-то так. Посмотрим, как это работает. Сигнал 2. Комплекс. Вот моя программа работает, прилетел сигринт, вызвался обработчик, он напечатал, что он в сигинте, потом мы вернулись обратно к чтению ввода сканфом. Все вроде менее, более-менее логично. Сиг-сиг, давайте я напишу обработчик. Продолжение следует... И его здесь тоже устанавливаем. Запускаю. Сиг-сиг. Килл минус сегов 7404. Сиг-сегов. Тоже вот прилетает обработчик сег-сегла, и он прерывает нормальное выполнение программы, и я попадаю в обработчик, после чего возвращаюсь в обычную программу. но я ввел вот это вот мое специальное значение 100, и моя программа... Что здесь произошло? Она что-то вот зациклилась. Почему произошло так? Вспомним, что когда мы с вами обсуждали, например, прерывание типа PageFold, на самом деле сигнал-сегментейшн-фолд это некоторая абстракция, чуть более высокоуровневая, низкоуровневого прерывания PageFold. То при прерывании PageFold, после завершения этого прерывания процессор возвращается к выполнению той же самой инструкции, которая была прерывана PageFold. Это справедливо и для SIG-FPA тоже. И SIG-BAS, для всех таких вот исключений работы процессора тоже справедливо. Поэтому после того, как SIG-Segel-Handler отрабатывает вот этот вот PrintF и завершает выполнение обработчика, здесь программа снова возвращается к попытке разыменования этого указателя, что снова приводит к выработке сигнала SIG-Segel и снова приводит к вызову обработчика. То есть вот в этом примере программа постоянно переключается между попыткой, бесконечно переключается между попыткой разыменовать некорректный указатель и обработчиком. После завершения обработчика мы возвращаемся к той же самой точке, еще раз ее попытаемся выполнить, снова SIG-Segel и так далее. В этом отличие от внутреннего прерывания, точнее исключения от внешнего прерывания. Понятно, что при внешнем прерывании, когда мы вот в этом варианте отправляем сигнал, то здесь мы потом вернемся, то есть у нас инструкция процессора нормально завершится, и мы вернемся к следующей инструкции, а не к текущей. То есть вот такой нюанс есть при такого рода обработчиках. Имейте это в виду, что игнорировать их в общем-то. То есть вот эти все обработчики, эта форма обработчик позволяет вам настраивать по сути внешние сигналы. Внутренние сигналы нужно обрабатывать более тонко. Так, какие еще есть нюансы у этой программы? Так, давайте я еще раз ее запущу. Ну, все, как бы вот не решается. Давайте я вот сейчас возьму и скомпилирую ее с некоторой ну, с опцией компилятора. Минус стд, равно C11. И вдруг вот та программа, которая у меня работала вот здесь вот, будучи скомпилированной с другой опцией, казалось бы, опция безобидная, там у меня по дефолту стоит гну 11, я ее переключил в режим C11. Стало другой результат почему-то. вот почему так происходит. Дело в том, что вот эта вот обработка сигналов исторически реализована по-разному на разных типах, на разных версиях операционных систем типа типа Unix. Условно говоря, у нас Unix делятся на две ветви, на то, что является наследниками еще оригинальной системы, которая там в NTNT разрабатывалась. Ее так условно называем System 5 Unix. Из таких систем в настоящее время живы, наверное, Solaris, жив, наверное, все. Передукат Unix это Unix, который был модифицирован в университете Бергли, который имеет название BSD. Вот BSD есть много производных, это FreeBSD, OpenBSD, НетBSD, еще какие-то другие версии, а также примкнувший к ним Linux. Linux не относится, строго говоря, к BSD системам, поскольку у него кодовая база совершенно независимая. Но в обработчиках, скажем так, с точки зрения обработки сигналов по умолчанию Linux пытается работать как BSD. Но если только вы не переключаете его Linux в режим System 5. Чем отличается обработка сигналов в System 5 от обработки сигналов в BSD? Во-первых, у System 5 обработчики одноразовы. То есть каждый раз, когда сигнал срабатывает, обработка сигналов сбрасывается в обработку по умолчанию. То есть в начале обработчика сигналов нужно его в явном видео переустанавливать. В Unix и в Linux и в BSD этого не надо делать. Вот как установили обработчик сигналов, так он и будет действовать. Соответственно, у System 5 обработки есть проблема, что если там зафлудить процесс отправки сигнала, рано или поздно он может не успеть обработать сигнал и аварийно завершиться. Что не очень хорошо. Вторая особенность обработки сигналов на самом деле связана с первой. Изначально у System 5 не было механизма блокировки сигналов, он появился именно в BSD. Значит, на время работы обработчика повторный вот тот же самый сигнал, который в данный момент обрабатывается, будет заблокирован. Блокировка означает, что обработка сигнала не игнорируется, а откладывается до момента, когда процесс будет готов его обрабатывать. Про блокировку мы чуть позже поговорим подробнее. Это очень важный момент, который всегда нужно делать при обработке сигналов. Соответственно, по умолчанию при обработке сигналов сам этот текущий сигнал блокируется. в BSD, а в System5 не блокируются. И третья особенность, которая здесь, собственно, имеет место, это то, что в BSD и в Linux по умолчанию, если у нас системный вызов был прерван сигналом, то системный вызов завершается с ошибкой. Вот смотрите, как я могу это понять. Программу. Вот здесь вот я нахожусь в цикле чтения числа. Если из этого цикла я выводился, давайте я просто fprintf напечатаю, почему я выводился из этого цикла. вот так вот. Вот. То есть я отправляю сигнал сигынт. Сигынт ловится, приводит к вызову обработчика. Обработчик обработает. После чего управление возвращается в систему вызов read, которая здесь вот в глубине находится, системного вызова scanf. и read завершается с ошибкой interrupted system code. Вот r no e inter. Вот что я здесь вижу. Поэтому получается, что правильно обработать сигнал вот в этой семантике мне нужно будет примерно так. File 1 int r равняется scanf. задержка. Спасибо. Спасибо. я считываю сканфом причем если у меня сканер вернул ошибку я заодно проверяю что у меня это ошибка и интер и если да то я перезапускаю скан вот какой такой такой костыль и здесь требуется вот теперь нормально я перезапустился дальше умею считаться ну и следующий костыль который я здесь должен делать в обработке старой обработки это переустанавливать обработчик собственно вот нюанс обработки сигнала в системах а-ля систем файв приводит тому что мне нужно писать вот какой такой дополнительный код чтобы моя программа работала корректно и там и там с помощью системного вызова стиль все это происходит как я сказал потому что историть по историческим причинам обработка сигнала достаточно сильно отличается как здесь собственно понятно что не все системные вызовы вот систем файв перезапускаются нас там есть набор системных вызовов которые ожидает собственно прихода сигналов это их основное назначение и системные вызовы типа slip после там select они завершаются по и интру в случае если им приходится начинал даже в везде даже в линоксе то есть на как здесь работает linux в этой картинке как мы видим если я компилирую с флагом c11 то то глебси получается компилирует в режиме систем файв совместимости если я компилирую в режиме гну 11 которые вот по умолчанию у меня используется то глебси будет работать в режиме без совместимости и эта особенность системного вызова сигнал такова что лучше вообще говоря этот системный вызов сигнал вообще просто не использовать системный вызов сигнал можно использовать если я хочу заигнорировать сигнал если или если я хочу его установить в обработчик по умолчанию но в любых других ситуациях вместо сигнал для обработки поиска для пользы обработки лучше использовать специальный системный вызов сик экшен поэтому давайте во всех последующих примерах я для обработки для установки польского обработчика буду уже использовать правильные и корректные и совместимые системный вызов сиг экшен давайте скопирую сигнал 2 сигнал 4 сиг экшен на первый взгляд может выглядеть чуть чуть пострашнее чем сигнал но его удобство точнее его поиск совместимость компенсирует все неудобства кстати есть еще неправильная программа при как я использую сигэкшен собственно он требует некоторые структуры но это можно просто обойти если просто передавать структуру здесь в этой структуре мне нужно запомнить поля с а флакс с а рестарт и с а хендер инт хендер вот этот вот вызов сигэкшен системный вызов сигэкшен делать то же самое что сигнал в безд семантики но делает это совместимым и переносимым образом одинаково на любой по секс ориентированной системе давайте попробую скомпилировать ну то что надо теперь скомпилировать режиме c11 значит тут вроде бы выдается куча сообщений об ошибке но это нас не должно пугать потому что опять-таки для сигэкшена нужно некоторая специальная опция которая создает просто версию стандарт вот тут что мне нужно минус д по секс и сорс вот как здесь написано минус д по секс и сорс и здесь указ какая-то дата ну я здесь написал 99 так и сигнал 4 вот видим что это вот программа которая использует сигэкшен работает совершенно по-одинаковому независимо от того в какой версии операционной системы она условно говоря была скомпилирована и потом запущена поэтому в дальнейшем вместо простой функции signal а-ля вот здесь вот для установки обработчика я везде буду использовать системный вызов системный вызов сигэкшен самый простой в самом простом его варианте сам по себе сигэкшен позволяет нам делать намного больше но это уже там для самостоятельного изучения и так вот установка пользовательского обработчика соответственно нас поскольку сигналы у нас являются асинхронными такими событиями эти сигналы могут приходить в произвольный момент времени когда угодно и поэтому только вообще говоря даже из этого факта у нас тоже вытекает куча проблем вот например вот здесь у меня в моем обработчике сигнала segund используется printf printf сам по себе достаточно сложная функция которая стандартный найти как там инициализирует потоки вывода что там записывать в буфер там кита еще есть бьютиксы у нее что будет если функция printf вдруг будет вызвана еще раз в тот момент когда основная программа тоже выполняет printf ну здесь допустим вот printf меня здесь выполняется вдруг в середине его выполнения мне пришел сигнал и я здесь пытался выполнить printf из обработчика сигнал скорее всего ничего хорошего не будет дело в том чтобы чтобы функция могла быть безопасно вызвана из обработчика сигнала она должна удовлетворять требованию асинхронной безопасности ну и по английски async signal save это означает что она в общем то не должна каким-то образом модифицировать всякие глобальные структуры данных в частности библиотеки вот например printf очевидно что работает с стандартным потоком и как там устанавливать локи у него модифицируют буферы молок например работает с структурой кучи и что-то там со структурой кучи делает и понятно что если вот эти вот функции будут прерваны и повторный раз мы в них войдем из обработчика сигналов то скорее всего ничего хорошего не будет есть такой старый термин реинтерабельные то есть реинтерабельные называется функция которую можно вызвать из обработчика прерывания но вот в терминах высокоуровневых асинхронно безопасно это та функция которую можно вызвать прочее они не асинхронно безопасно асинхронно безопасные список асинхронно безопасных функций стандартной библиотеки он сейчас скажу где перечислим странички мана сигнал сети ман си сигнал сейфти это вот здесь вот список тех функций которые можно безопасно вызывать внутри обработчика прерывания обработчик сигналы прошу прощения все другие функции не надо вызывать изнутри обработчика прерывания поэтому вот это вот та логика которой я здесь вызываю printf изнутри она не хорошая поэтому здесь вместо использования printf следует использовать ну приходится использовать райт получается давайте так дает сдаут и тут размер буфера это будет там 10 так и дальше 74 это даже использование системного вызова райт здесь требует некоторые исключения мне нужно будет райт будет совсем полностью асинхронно безопасным если я сначала сохраню а потом постановлю переменную р потому что вот переменная р на это глобальная переменная на которую райт в общем-то влияет и нехорошо если обработчик сигнала как-то мне испортит переменную р на где-то здесь мало ли вдруг я ее как-то хочу использовать то есть вот это такой фрагмент допустим а такой фрагмент и недопустим поскольку printf не является асинхронно безопасной функцией первый момент поэтому в общем-то внутри обработчиков сигналов мы нам приходится только делать простые операции например типа установки значений глобальных переменных флагов давайте попробуем сделать такой вот код который будет использовать глобальные переменные в обработчике сигналов устанавливает флаг обработчик сигналов это тот кейс где мы вынуждены использовать так иначе глобальные переменные так давайте я напишу тоже такой не очень хороший фрагмент для начала у меня будет хендлер я его установлю скопирую даже отсюда сик экшен и и в бесконечном цикле буду ждать пока он не придет ну как где это флаг правильный нулю флаг равной елочке соответственно цикл ожидания прихода сигнала у меня будет выглядеть так дальше флаг сбрасываю и допустим увожу printf секрет здесь printf я использую в контексте основной программы здесь никаких ограничений обработчик сигналов не очевидно синхронно безопасным никаких системных вызовов общественных григотичных функций не дергать попробуем скопилируем запускаем запускаем вот мне приходит сигнал секрет моя программа в принципе на него реагирует но есть нюанс я включаю оптимизацию и моя программа ломается перестает реагировать на сигналы почему такое происходит давайте мы просто посмотрим мужа в принципе готовы с этим иметь дело на то какой код нам сгенерировал компилятор так где-то мой код вызов такой тяжелый вызов сегэкшена у меня здесь вот функция mail а и вот цикл вайл не флаг пустая пара скобочек во что он у меня превратился как мы с вами обсуждали тогда когда еще разбирали цикл вайл он очень часто заменяется на проверку условия и внутри цикла бывают вот у меня проверка условия пересылка флага в регистре x проверка значения x и если не ноль мы идем дальше вот там там выводим флаг но если он равен нулю что у нас происходит здесь просто бесконечном цикле за цикле за цикле что здесь произошло компилятор видит что вот ну то есть какая у нас оптимизация случилась другими словами вот этот вот цикл вайл компилятором был заменен на такую цепочку и и в по не флаг вайл не факт то есть внутрь и фа мы попадаем когда значение флаг равно нулю модифицируется ли где-то здесь значение флаг не модифицируется соответственно к оптимизатор компилятора с чем что раз значение флага здесь нигде не модифицируется то вполне можно заменить этот цикл на бесконечный то есть компилятор не учел то что переменная флаг вообще говоря может изменяться где-то в в том месте который компилятор не отслеживает вот относительно эта флагба это совершенно корректное и валидное поведение компилятора то есть компилятор имеет право считать что программа исполняется только вот в одном потоке исполнения тот текст который предъявлен компилятору вот собственно здесь если программа может исполняться где-то асинхронно или в другом потоке исполнения об этом компилятор нужно сказать явно и один из способов вот как раз которые нам здесь как раз и потребуется ключевое слово volatil запрещает компилятору выполнять оптимизацию того что запрещать квартиру предполагать что значение переменной не может измениться если компилятор этого не видит то есть составляет компилятора считать что значение переменная может измениться в любой момент то есть запрещать например в частности оптимизировать размещение Shen tell вот она работает и если я посмотрю на ассемблерный код то здесь вот у меня будет настоящий цикл вот он каждый раз я считываю значение переменных в регистре я x проверяю я x и только в случае нуля возвращаюсь цикл то есть в ровно ровно как раз получится у меня тот код который и здесь предполагалось написать volatile таким образом необходимо использовать в случаях обработки сигнала кроме того здесь такой есть ну обычно не критический но некоторые такой тонкость такая что может быть возможно так что переменную типа int нельзя установить в рабочих сигналов это вещь странная но вряд ли на какой-нибудь реально живой платформе это будет но если вам нужно установить флаг и делать это 200 процентов корректно то у нас есть специальный тип который называется сик это мектэ это такой тип данных которые гарантированно атомарный гарантированности можно работать в обработчиков сигналов ничего не поменяют то есть обычно он объявлен как int но вот для полной совместимости со всяким странным оборудованием может потребуется использовать секретинг то есть установка установка флага в volatile это необходимость тогда когда мы хотим флаг устанавливать в обработчиков обработчиков сигналов кроме того что плохо в этой программе вот здесь вот когда я ожидаю сигнал у меня процесс все время крутится вот вот в этих нескольких строчках то есть вот и как мы смотрели этот вот код вот это вот несколько строчек инструкций буквально здесь три инструкции процессора то есть выборка из памяти проверка на установка флагов проверка на 0 они постоянно выполняются если я сейчас запущу эту программу то из других консольных окошек я вижу как вообще говоря у меня вот эта программа сигнал 5 все время потребляет процессорное время и все время находится состояние ранг вот у меня сигнал 5 ранинг поедает практически весь мой цпу очень быстро набирает процессорное время практически все время загружает один про один одно ядро моего процессора в общем работает по полному что называется если бы здесь была какая-то полезная деятельность это было еще нормально но здесь нет никакой полезной деятельности здесь мы все время находимся в цикле ожидания наступления события все время потребляя процессорное время ну то время увеличивается и тогда все время потребление процессорного времени это в частности и энергопотребление то есть такая программа которая постоянно ждет цепу она и энергию потребляет если бы у нас бы было мобильное устройство это бы сразу бы вы заметили что она бы стала греться стала бы очень быстро теплым и очень быстро бы посадил наш аккумулятор вот такого рода ошибка когда программа не день не делает ничего полезного а съедает ресурсы она называется активное ожидание это плохая ситуация это точно такая же ошибка наравне с рейс кондишенами или там дедлоком точно так же в нормальной программе недопустимо когда программа длительное время простаивает просто ожидая наступление какого-то события в бесконечном цикле мы можем там буквально несколько микросекунд подождать это ок но вот ждать секунды или там десятка секунд вот так вот нельзя то есть мы должны добровольно в случае если мы хотим дождаться какого-то там события и не знаем когда оно произойдет мы должны добровольно передать управление ядро операционной системы чтобы она нас разбудила тогда когда произойдет соответствующее событие и для этого тоже тоже нужно использовать системный вызов специальный один из простейших который сигнал который пауз 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 6 реагировали события ну и если мы сравним сейчас поведение вот этого процесса он ничем особенным здесь на общем фоне не выделяется процессорное время он не потребляет как он был ноль состоянии sleeping так он находится состоянии sleeping то есть вот здесь вот для ожидания прихода сигнала мы используем специальный системный вызов пос который приостанавливает выполнение программы пока там нам не прилетит какой-нибудь сигнал но у нас возникает следующая проблема что вообще говоря у нас здесь есть тоже race condition достаточно неприятный в чем он заключается он заключается в том что проверка значения флага и вход в системный вызов пос не являются атомарной операцией и возможно такая ситуация что вот мы проверили что флаг равен нулю вот уже прошли вот этот вот ив попали внутрь ив и перед вызовом пос находимся и вдруг в этот момент пришел обратно пришел прилетел сюда нормальный выполнение программы приостановился вот в этой точке флаг установился в единицу но уже поздно поскольку проверка уже выполнена проверка выполнена и мы все равно вошли в пост и все и повисли до прихода следующего сигнала несмотря на то что флаг несмотря на то что сигнал пришел из-за рейс кондишена вот в этой точке мы его таким образом получается не поймали и все равно ушли в пост вот такой вот есть рейс кондишен такой ну его можно считать наверное редким но все таки все равно он как-то теоретически возможно иногда а то что теоретически возможно но всегда случается мы можем не поймать при простых запусках но когда-нибудь случайно там при неправильной фазе луны и что-нибудь еще там 10 процессов будет запущено она у нас рано или поздно сработает то есть все равно вот этот код содержит некоторую синхронизационную ошибку но все равно он как вот асинг сигнал сейв да не используют без и вейта осталось лишь только устранить вот эту вот проблему так и того что можно сказать про обработку сигналов ну я еще раз повторю то что сказал самом начале первое правило обработки сигналов не обрабатывать сигнал мы видим что если мы ввязываемся в задачу обработки сигналов то у нас там будет возникать куча возможностей для ошибки куча возможностей что там deadlock risk condition и так далее вот правильная обработка сигналов заключается в использовании системного вызова segaction вместо сигналов для установки обработчика не использование каких-либо сложных функций внутри обработчика в использовании volatile сегетомик для флага обработчика и в специальном таком проверке на флаг которая должна быть уже в основной программе вот давайте мы сейчас на этой точке остановимся а уже в следующий раз рассмотрим продвинутые средства обработки сигналов такие как блокировка сигналов как корректное ожидание сигналов и как сигнал fd в частности тоже как современный способ ожидания прихода если у вас вопрос вопрос если у нас мы вызываем сигнал ну ну процесс вызывает сигнал процессу который работает на другом ядре процессора этот процесс когда получит этот сигнал сразу или может через некоторое время не знаю непонятно может сразу может через некоторое время то есть там никаких гарантий таких нету про сегетомик смотрите если совсем в двух словах то вот если вы хотите флаг установить из обработчика сигналов то стандарт рекомендует использовать тип сегетомик т который является условно говоря атомарным с точки зрения операции работы с памятью из обработчика сигналов но вот это вот такая вот пройдет ну такая рекомендация вот они нужно сказать но я почти уверен что если вы будете использовать там булл это точно также будет корректно вот стандарт по секс по крайней мере говорит что есть такой тип сегетомик который гарантированно является атомарным и его можно флаг этого типа им можно устанавливать из обработчика сигнал но еще раз то есть точно так же и bull и int точно также будут работать а не знаю посмотрите то есть по крайней мере как буллевский флаг вы точно можете использовать какой диапазон гарантийного значения сложно сказать посмотрите по документации но нам по сути здесь нужен булл поэтому будет там точно забегая вперед и все и все плюс плюс когда мы будем с вами рассматривать уже атомарные переменные в памяти там у нас тоже будут некоторые ограничения связаны с тем что мы там они реализуются программные или они реализуются аппарат да еще последнее замечание по поводу volatile volatile нам нужен только для обработки сигналов если использовать volatile в мультитредовой программе для синхронизации между трендами это неправильное использование то есть вот мы с вами будем говорить о правильных способов синхронизации трендов volatile к ним не относятся еще вопросы так ну за соответственно если вопросов у нас нет я так понимаю что следующей неделе занятий нет у вас то ли сессии то ли каникулы а мы следующий пятницу пропускаем и через пятницу продолжаем до разбираться с сигналами ну все тогда спасибо за внимание и до свидания